Праздничные фанфары Будильник, простите. Второй раз. Это что такое происходит? Я не понимаю. Ну, просто 7 часов утра. Мы об этом вам сообщаем. Сегодня 29 ноября. Последний рабочий день осени. Не просто недели. И будем встречать зиму. Ну и расскажем, что вас ждет в ближайшие 2 часа прямо сейчас. Бывает так, что вы откладываете телефонный звонок, потому что не знаете, как провести переговоры. Дело поправимое. Анастасия Вареник поможет составить эффективный алгоритм действия. Кролики. Это не только ценный мех. Отправимся на кроличью фирму и узнаем, почему держать пушистых за уши смертельно опасно. Для них. Все течет, все изменяется. Наше утро решило провести эксперимент. Узнают ли о мечи на старых фото улицы и парки города. Попробуйте и вы. Приятно, когда тебе желают доброго утра. И в 100 раз приятнее, когда делают это с экрана телевизора. Разбираем новую порцию утренних пожеланий в проекте «Привет нашим». Ну что, по традиции напоминаю, что кладем руку на телефонную трубку и готовимся звонить в эфир. Мы принимаем звонки с вашими пожеланиями, поздравлениями, интересными рассказами, а также с ответами на наши вопросы, которые мы будем задавать в течение всей программы. Выиграйте наши призы, если будете активно участвовать в этой, как сказать, в этом интеллектуальном розыгрыше. А помимо всего прочего, у нас есть WhatsApp, пожалуйста, телефоны все на экране. Сообщайте, что желаете нужно. Присылайте фотографии, мы можем вывести их на экран. Мы сейчас постепенно дадим вам пару конкретных задач, которые вместе с вами постараемся решить посредством всех средств связи, которые у нас есть. И сперва, сейчас 7.02 на наших студийных часах, мы вас будем по времени вести, пока часиков у нас нет на экране. Я думаю, это будет полезно. Да, к нам вчера приходили люди и спрашивали, почему 12 канала нет часа. Мы будем вместо них, в общем, это мы ваши часики. Итак, 7.03 практически на часах. И вот что, сейчас многие из вас планируют уже выходить из дома, иногда смотрят на всяческие ресурсы, чтобы проверить, где пробки, что объезжать. И вот вчера у нас случился очаровательный такой вот прецедент, когда в сети появилось сообщение от имени водителя Василия, который обратился с горожаном с важным предупреждением. Буду ехать с женой, она за рулем, заранее прошу прощения, только два дня водит, написал этот любитель. Указал, в какое время, в каком месте они предположительно будут проезжать, и за что ему очень многие были благодарны. Многие интересовались потом судьбой, как доехали. Если вы нас видите, вы позвоните, расскажите, как там все прошло у вас. Знаете, с точки зрения психологии, вот стремление поделиться своим страхом с окружающим, это такая сублимация. По всей видимости, Василий и сам очень сильно боялся ехать со своей супругой, и решил свой ужас от этого разделить со всеми. И как-то полегче в этот момент становится. Если вы хотите вдруг сейчас кого-то предупредить, по той же причине, например, вы можете это сделать через нас, ватсап работает, ну, посмотрим. Может быть, есть такие водители, которые боятся за свой супругой. Я еще хочу поделиться одной радостной новостью. Вчера буквально мы узнали, что 12 канал вошел в десятку самых смотрибельных, по версии, среди кабельных каналов. И хочу сказать спасибо вам огромное, наши дорогие телезрители, за это, среди региональных телеканалов. И спасибо вам огромное за это, потому что, ну, все это без вас вообще бы никакого смысла не имело. Именно вы создаете нам этот самый рейтинг. И мы вот с Натальей кладем руку на сердце и клятвенно обещаем сделать все возможное, чтобы вы не захотели переключить канал и продолжали нас смотреть, и чтобы вам было все время интересно. И только, не только интересно, но еще и полезно, и вот почему. Бывают такие ситуации, наверняка у вас они были, или, возможно, сейчас вы находитесь в какой-то похожей, когда вам нужно сделать какой-то очень важный звонок. А звонить страшно, но это часто про меня история. Поэтому совет, который сегодня вам даст Анастасия Вареник, целые алгоритмы действий, я думаю, будут невероятно полезны. И вы ими обязательно воспользуйтесь, и прямо сейчас рабочий настрой вам все зависит. Не забывайте звонить нам. Да-да-да, без страха. Доброе утро. Знаете, я очень не люблю разговаривать по телефону. Мне гораздо комфортнее встречаться лично. Но все же я живу в 21 веке и часто веду деловые переговоры. Поэтому составила для себя алгоритм подготовки к деловому звонку, который, я думаю, будет полезен и вам. Любое общение имеет какую-нибудь цель. Определите для себя, к чему вы хотите прийти в результате переговоров. Проанализируйте, на какие уступки вы можете пойти, а что для вас принципиально. Так вы будете более собраны в разговоре. Деловое общение по телефону специфично. Здесь огромное значение имеет голос. Он должен быть бодрым и слышным. И доброжелательность. Просто улыбайтесь, и это поможет вам найти подходящую интонацию. Если вам предстоит важный телефонный разговор, обязательно сделайте пометки. Напишите тезисы, ключевые мысли, доводы или цифры. Так вы значительно снизите риск оговорок или неверного изложения определенных фактов. Звоните в удобное собеседнику время. Также не следует совмещать общение по телефону с другими делами. Слишком длинные телефонные разговоры – ошибка, свойственная многим. Нужно всегда помнить о том, что деловое общение по телефону не должно длиться дольше 4-5 минут. Обязательно поддерживайте двусторонний диалог. Для этого время от времени задавайте собеседнику вопросы о том, понял ли он, о чем идет речь, каково его мнение и тому подобное. Заканчивать обсуждение каждой ситуации можно с помощью стандартных фраз. Могу ли я считать, что по этому вопросу мы с вами договорились? Как я вас поняла, мы можем рассчитывать на вашу помощь. Эти вопросы помогут сэкономить время, а также продемонстрируют вашу вежливость и тактичность. После окончания разговора оцените его содержание и стиль. Отметьте возможные допущенные ошибки. Так со временем вы сократите длительность переговоров по телефону и повысите их эффективность. Что весьма благоприятно отразится на вашем имидже. Вот увидите. До свидания. Ну что, я надеюсь, вы поняли, что нужно делать, чтобы без страха звонить куда угодно. И уж тем более сюда, где вам всегда рады. Если вы хотите кому-то доброе утро пожелать, мы для вас открыты. Нам уже желают доброго утра. Меня зовут Илья, хочу передать привет Ладе, Ксюше, Вальку, Виталику, Серёй. В общем, всем пацанам, похоже, с района передают привет. Девчонкам тоже там. Ну и девчонкам, конечно, да. Вот какой-то наш телезритель, прямо мне очень нравится. Земляки, привет из Краснодарского края. Спасибо огромное. Краснодарский край приятное место. Там, наверное, сейчас тепло и хорошо. Да, не то, что в Иркута можно продолжить. Однако именно в Иркута сейчас на устах у многих все потому, что там в многоэтажном доме енот пробрался в вентиляционную шахту и, собственно говоря, застрял. И живет там теперь безвылазно. Да, ну застрял как? Он там перемещается, но вот в ту дырочку, через которую он туда нырнул, вернуться обратно он не может. И теперь за привлечением енота следят всем миром, советуют, что же сделать, чтобы его достать. А вот владелица, она считает, что это нанесет еноту стресс, но любое, значит, знакомство со спасателями, поэтому подкармливают его. Ну или какой владелец там? Фактического владельца у енота весь дом его весь дом. Ну теперь уже да, перейдут до домашнего. Сверху дом его. Ну посмотрите, как очаровательно его подкармливаются и пытаются, в общем, извлечь оттуда. Он здорово набрал вес. Вообще в природе вес енота, ну так в среднем около пяти килограммов. Этот весит пятнадцать уже, то есть и сейчас жители думают, ну чтобы он вылез, надо его не кормить на несколько дней, чтобы он как Винни-Пух в кроличью на рот и наружу показался. Ну не знаю, по-моему еноту все нравится, его все устраивает. Это же в конце концов не крыса. И под каждым ей углом был готов и стол и дом листом, да, вот так же ему. И между прочим, такие истории, они не редкости для нашего города. Во-первых, еноты живут в омских квартирах омичей, мы рассказывали вам о таких. А во-вторых, в прошлом году ровно такая же история произошла в квартире омички Татьяны Ивановой, которая завела енота для сына, которому очень захотелось. И в какой-то момент он, в общем, бьеркнул и застрял. И вызволять енота пришлось, в общем, уже спасательной бригаде, и с нашей съемочной группой там была. Немножко пришлось и стену разрушить, и выманивали его. Но, в общем, все прошло успешно. Енот с визгом, они ужасно визжат и кричат, его достали оттуда. И он продолжает теперь жить в семье, я надеюсь. Вообще, еноты, они так, не очень дрессируются и не понимают слова «нельзя», поэтому грызут все безбожно. Так что не умиляйтесь особо, имейте в виду, что последствия могут быть. Ну, а с самой спасательной операцией у нас есть синхронная чека, которая принимала непосредственно часть сотрудника МЧС. Замерили веревкой глубину, продолбили дырку на уровне куку, примерно. Выскребли оттуда мусор и достали его с помощью подручных средств. Пришлось потрудиться нашим сотрудникам, которые рисковали быть укушенными. Ну, в общем, когда замолите дикого зверя, думайте о том, что вы делаете, в конце концов, ну, это правда. Это животное, которое в природе привыкло обитать. У вас, мне кажется, опять в будильник звонит, идите выключите, пожалуйста. А это потому, что пора сообщить время. Сейчас 7 часов 10 минут. Да что ж такое, я просто буду проспать на работу и на эфир в всякий раз. Ты настолько боишься проспать на работу, что даже когда просыпаешься, все равно боишься заснуть, да, видимо? Ну, если енотов заводить, ну, это надо еще 5 раз подумать, потому что, правда, животное такое... Куда вставить ключи, делать это аккуратно и потихонечку. Ну, если заводить енота, это надо очень все делать аккуратно. Но, может быть, вам будет приятнее завести кроликов. С ними-то все понятно, как ухаживать, как выращивать, как обеспечивать им самые лучшие условия. Давайте мы сейчас отправимся на одну из самых лучших кролищих ферм нашего региона и посмотрим, как же там живут кролики. Ну, кстати, если хотите завести кроликов в квартире, они тоже, как еноты, все грызут. Будьте аккуратны. Ну, а давайте посмотрим теперь наш материал. Об этих ушастых Иван Сагайда знает все. Опыт в кролиководстве солидный, 50 лет. Мальчишка одержал обычных, а последние 10 лет разводит чистопородных кроликов, калифорнийцев и бельгийских великанов. Высоких ли кровей животное определяет по форме мордочки, величине тела, окрасу шерсти и длине ушей. Их беречь надо, говорит Иван Федорович. Брать за уши нельзя. Кролик в этот момент испытывает сильнейшую боль. У него могут сместиться позвонки, порваться связки или нарушиться дыхание. Тихо, 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 тихо. Вот у нас линейка. Ну, только мы его садим на стол и вот таким образом мы забираем ушки у кролика. Вот так. Тихо, 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 тихо. У него ушко 22 сантиметра. Кормит кроликов Иван Сагайда зерносмесью пшеницы с очменем и сеном. Комбикорм давать не рекомендует. Это и затратно, и породе может навредить. Кролики тогда, как говорят, зажиреют. Зимой в рацион обязательно включают витаминные добавки, тыкву и морковь. Малышам, которых отсадили от крольчихи, натирает овощи на терке. А на десерт кроликам подает полено. Специальные деревянные заготовки Иван Федорович засаливает. Опускает в емкости с соленой водой. Такое лакомство кролику жизненно необходимо. В течение всей жизни у кроликов растут зубы. Им надо стачивать. Чтобы они не грызли клетки, я им даю вот эти вот заготовочки-чурочки. Как содержать животных, каждый кроликовод решает сам. Для своих питомцев Иван Федорович условия создал, можно сказать, царские. Светло, тепло и просторно. В помещении даже печь есть. Средняя температура в крольчатнике должна быть 16-22 градуса. Практически как для человека. Потому что в таких условиях малыши хорошо растут и чувствуют, да и кролики себя чувствуют уютно. Ну, чтобы было все чистенько и тепло. Самое главное, чтобы не было сквозняков. Клетки я старался делать просторные, чтобы примерно 90 на метр сорок. То есть примерно один квадратный метр, полтора квадратных метра для кролика бельгийской породы. Главный враг кроликов – антисанитария. Заболеет один, можно потерять все поголовье. В этом вопросе Иван Федорович очень щепетилен. Говорит, здесь даже муха не должна пролетать. Для борьбы с надоедливыми насекомыми применяет народный способ. К потолку подвешивает полиэтиленовый пакет, наполненный водой. На дно кладет монетку. Конструкция, конечно, странная, но, говорит, работает. Но дезинфекцию все же проводит в три этапа. Стараюсь обжигать весной и осенью клетки, обрабатывать. То есть, чтобы убить всех этих жучков, блох, которые там паутинки плетут, чтобы их не было. Породистые кролики Ивана Сагайды разъехались по всей стране. Путешествуют они в банановых коробках. Вот так вот кролик поедет. Вот здесь для хорошего осмотра есть сеточка, проводник открывает и кормит. Там привязываются баночки под корм и под воду. И проводник в течение следования за ними ухаживает. В деревне увлечения Ивана Федоровича мало кто разделяет. Мол, зачем тратить большие деньги на породистых кроликов, если можно держать обычных и есть диетическое мясо. Но мнение свое сразу меняют, если хоть раз побывают на его подворье. Если у вас дома живут питомцы, а они у вас точно живут, и, может быть, это не только кошки и собаки, но и еноты, и королики, и шиншиллы, высылайте их фотки нам на WhatsApp. Давайте мы эту пятницу сделаем и теплее, и милее. Звериный эфир у нас сегодня будет. Кстати, не обязательно только все эти теплокровные. А если у вас живут и рептилии, а кто-то, я знаю, держит даже тараканов, улиток, присылайте, это все будет очень интересно на наш WhatsApp, и мы тут можем показать ваших питомцев в прямом эфире. Все пусть полюбуются, какая у вас прекрасная живность дома растет. Ну и сейчас вот зима вступит в свои права через пару дней. Сегодня 30-е, 29-е ноября, то есть пару дней всего осталось до осени, а там зима, там морозы. Морозы календарные, ну да. Потому что зима-то уже вступила в свои права. Да, уже мороз у нас-то, в общем, огрело. Так вот, в преддверии морозов сотрудники приютов и спецавтохозяйства сейчас обращаются ко всем гражданам с просьбой помочь им в строительстве вольеров и обустройстве теплых каких-то загонов и условий для проживания собак. Поэтому вы заходите, пожалуйста, в группы любого приюта, да, и спецавтохозяйства в том числе. Смотрите, бывают строительные материалы нужны, строительные руки нужны. С вас не всегда деньги просят. Иногда просто важнее приехать и помочь. И если вы найдете несколько часов для того, чтобы сделать такое доброе дело, я думаю, будет прекрасно всем и вам. И вот Татьяна Дугина, кстати, говорила, что очень часто к ним приезжают люди в приют-друг и чувствуют себя человеком, когда они помогают животным. Измери говорят спасибо нечеловеческим голосом. Им даже спасибо не надо. Но человек сделал и чувствует, что вот как бы не зря и день прожит, и вообще он на этом мире. Потому что для повышения своей самооценки необходимо делать добрые дела, чтобы там что-то рука шипокляк нам, уши... Не напела. Ну, дело ваше. Помочь можно по-разному. Словом, не оставайтесь в стороне, если вы можете что-то сделать. Далее у нас прогноз погоды, а после уже перейдем к игре, зададим первый вопрос, чтобы разыграть первый приз от нашего утра. Думаете, что надеть перед выходом на улицу? Я вам подскажу. С окном, конечно, не май, но и холода нас пока не сохватили. В Омске днем минус 7, а ночью до 11 градусов холода, осадков не ожидается. Но солнце сокроет облако. Юго-западный ветер не сильный – 9 метров в секунду. Примерно такая же погода на севере области. В Тарском районе минус 7 днем и до 11 холода ночью. В отличие от Омска, ожидаются осадки. Знег выпадет и на юге. В Нововаршавском районе минус 7 днем и до 11 ниже нуля ночью. Если на улице пасмурно, изнесите равноврасие в белую монотонность природы. Одевайтесь в яркие одежды и идите гулять. Вот, к примеру, на губе привыкли одеваться во все седорадуги, во все обтягивающие и в сеточку. Такое там на каждом шагу. От этого и народ веселый, и так много танцующих. Последуйте примеру жителей острова Свободы, и вы поднимете настроение себе, я крушающе. Кельсо всем предеври яды. Пусть вам всегда светит солнце. С вами был ваш танцующий метеоролог и маэстро танцы. Лизбан Баро. Пока. Вот за что мне нравится Лизбан, он прямо един во многих лицах. Он и танкист, он и танцор. А сейчас он еще метеоролог. А сейчас он еще и учитель испанского языка. Причем настоящий носитель живого великоиспанского, я бы так сказал, языка. Смотрите прогноз погоды, и вы сможете не только чуть больше узнать об испанском языке, но еще и поучиться правильному произношению. Ну или, по крайней мере, тому произношению, которое принято на Кубе. Что, в общем-то, здорово. А теперь на чистом русском языке мы вам зададим вопрос, который анонсировали, и разыграем кружку от программы «Наше утро» и «12-го канала», которая будет вас по утрам радовать, из которой вы будете пить чай и кофе. У нас весь эфир сегодня звериный получается. И, в общем, поскольку мы с енотов начали, мы с Натальей решили, что у нас про енотов все вопросы и будут. Ну, за редчайшим исключением все вопросы, которые сегодня прозвучат, у нас будут связаны с енотами. Вот еноты-звери чрезвычайно умные, толковые, а, помимо всего прочего, они и по многим показателям почти рекордсмены. А вот, в частности, енот может очень-очень быстро-быстро бегать. Что-то там у него 25 километров, по-моему, в час он может развить. Ну, не гепард, конечно, но, скажем так, здорово бегает. А вот, на ваш взгляд, для чего еноту нужна такая способность? А не, еще, да, я усилю даже его способности. Он не только быстро бегает, он еще невероятно ловко карабкается по деревьям, а еще и плавают они. Ну, то есть, все, что вот можно динамического сделать... А грамотно обученный енот заменит вам стиральную машинку, потому что они еще и стирают. Да, но в природе все не просто так, все чем-то обусловлено, и все для чего-то. Вот для чего еноту такие удивительные качества? Такая скорость, такая ловкость, еще и умение плавать. Ваши варианты, мы ждем на нашем эфире. Ну, я так думаю, что... Ну, мы вам, конечно, будем всячески подсказывать. Вы поэтому, главное, заявите желание, а мы вас тут не бросим наедине с енотом. Ну, пока вы думаете, у нас есть небольшой материал забавный, который мне очень показался. Анастасия Вдокимова прошлась по Омским улицам и с большим интересом спрашивала у людей, насколько они знакомы с историей родного города, насколько у нас, так сказать, память поколений, предков, генетическая память сильна, и насколько мы готовы узнавать старые места нашего Омска. Давайте сейчас посмотрим, насколько мы хорошо знакомы с историей родного города. И вы тоже подгадываете. Да. Все бежит, все меняется, вот и наш город с течением времени обретает новые очертания. Давайте проверим, узнают ли омичи улицы родного города на снимках из прошлого. Наша родня живет вся, а мы сами с Новосибирска приехали. Но в Омске мы жили до 2001 года. Нравится вам? Ой, отлично, вообще восхищение. У нас самый солнечный город. Самый солнечный город. А сейчас парк такой делает. Я сейчас только из парка иду. Это вообще чудо-чудо-чудо. А как авангард-то игра от такого. Давайте попробуем с вами сыграть в одну простую игру, если вы так хорошо помните город. Заманиваем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что на этой фотографии изображено? Ну вот это прыгалка с парашютом, а это карусели какие-то. Не, надо одеть очки. А у вас с собой? С собой. Давайте наденем. Сейчас точно все узнаете. Касса. Ну это парк культуры. Советского района, наверное. Сейчас больше стало аттракционов здесь. Чего только нету. Вот мы были, лучше стало. Чертовое колесо было вот здесь вот оно стояло, вот как я помню. Потом его туда перенесли. Потом туда, вот влево. Так, сейчас я посмотрю. Это вот где Ленинградский мост. Да, все верно. А как вы думаете, что на снимке происходит в этот момент? Ну, наверное, какой-то праздник, раз столько автобусов. Демонстрация, может быть, первомайская. Нет, здесь мост проверяют, но на что? А, ну ясно, на прочность. Это что, мост? А, это, этот большой, это мост Машельникова-то, да? Нет. Нет? Нет, 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 это не Машельникова. Или у телецентра, у телецентра мост, да? Ленинградский это мост, правильно сказал. А я правильно сказал первый раз. Я правильно сказал. Будете ли вы настаивать со своими версиями? Не путайте. И последний вопрос, вот, наверное, самый сложный. Что изображено на фотографии? Недалеко от нас, кстати говоря. Далеко? Это я не помню. А их сейчас и нет, вы сейчас их не увидите. Немножко подскажу, это совсем недалеко от нас сейчас. Несколько остановок буквально было. Ну, может быть, странно, точно не похоже. Не, подожди, не кристалл ли случайно, да? Ага, чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше, мам. Вы знаете, вот, наверное, я вот это уже не застала. Ворота какие-то, очевидно, символ каких-то ворот. А какое это место, сможете угадать? Ну, наверное, Карла Маркса. Ну, понятно, это почтамп. Нет. Ой, подождите, подождите. Так, вот это где-то вот... Это вот там, это въезд в городок нефтяников, по-моему. Вы помните эти арки? Да нет, я не настолько стара, чтобы это помнить, но я видела это на фотографии. А, это ворота, здесь автодор, да? Автодор. Ворота были, вход нефтяники. А тут телецентр, правильно? Как вы помните. Продолжая тему, да, парка, вот сидели, вспоминали, когда же там все случилось, когда исчезли ворота, и вообще сейчас парки меняются. И самое главное, именно в грядущие выходные парки начинают, ну, такой праздничный зимний сезон. Во-первых, начнут работать катки, которых два уже залили, и на них можно уже отправиться и поразвлекаться. Во-вторых, совсем скоро в парке 30-летия в ЛКМ состоится открытие горки парка. Горки парка, то есть вас ждет и тюбинговая трасса, и тюбинг-кросс, многое другое. В общем, каждый год стараются придумать что-то новое и порадовать, и, конечно, учесть пожелания мячей, чтобы было больше таких вот доступных аттракционов, простых, ну, таких, как горка. В прошлом году их очень не хватало. Все будет, был бы только снег, говорят в парке. Да, снег-то вылетал. Мало его. Мало? Мало, конечно. Ждут все снега, чтобы основные работы провести. Эх, а еще хорошо бы, чтобы на вот этих здоровущих горках подумали бы какой-нибудь механизм, который нас будет подтягивать наверх, потому что спускаться... Любишь кататься, люби саночки возить. Любишь кататься, люби кататься. Вот так я скажу. Нечего тут. Сейчас у нас 21 какой-то там век, надо посчитать точно. И, в общем, третье тысячелетие идет, да, Трождество Христово. И, собственно говоря, уже можно присобачить какую-то такую... Присобачить, потому что эфир-то у нас звериный. Такую штуковину, чтобы у нас по горкам поднималось. Ну, кстати, про звериный эфир нам, спасибо, наши телезрители начинают присылать своих домашних питомцев. Вы посмотрите, какого замечательного котика нам уже прислали. Зовут его Персик, и он, по всей видимости, я не знаю, чем сейчас занимается, но, насколько я знаю, все коты спят все время. Две трети своей жизни эти прекрасные, грациозные создания проводят во сне. То есть, если, я не знаю, давайте посчитаем, если коту, ну, так скажем, 12 лет, да, или сколько? Ну, 10, да, то 3 с чем-то лет он уже... Нет, 6 с чем-то лет он проспал, получается. Такие вот прекрасные у нас питомцы. Ты еще одну картинку хочешь открыть? Ну, если успеем, то покажем кошку Маню, а если нет, то покажем ее после нашего выпуска приветов, потому что хорошо бы поздравить своих родных с наступающим новым днем, с наступившим новым днем. Давайте дадим им такую возможность. Передаю привет всем, кто меня узнал, хорошего настроения, замечательного дня. Ну, и всем журналистам 12-го канала. Утро у меня начинается, ну, как всегда, естественно, с подъема, вот, затем в течение 15-20 минут зарядка. Можно же начать прям с кровати, там, ручками подвигал, ножками потопал. Это уже есть хорошее настроение с утра, улыбка. Я считаю и советую всем заниматься, делать зарядочку по утрам. Просыпаюсь в 6 утра, потому что уже в это время, собственно, бодр, потому что нужно быть на работе, нужно быть полным сил, ну, и, конечно же, готовым, соответственно, к работе. Утро начинается с бодрой зарядки, с выгула, с ваки моей любимой Мухтара и моих наших любимых курочек, которые тоже заряд бодрости продают. Без них я не представляю своей жизни. Затем мы с дочерью делаем пробежку, она у меня у ограниченных возможностей. На что она тоже не ленится, есть у нее уже заслуги, как местного масштаба, так и областного уровня. Разрешите передать привет всем моим родным, близким, всем, кто меня знает, лично гимназии имени Горького Москаленского муниципального района Умской области, всем обучающимся, всем коллегам. Пусть ваш день сегодняшний пройдет очень удачно, весело, на позитиве, ну и выполните все, что придумали. Всем привет! Можно сойти от этих прекрасных поздравлений, которые так тепло и хорошо ложатся утром к нам на душу. Ну, давай быстренько напомним вопрос, да? Да. Мы задаем сегодня вопрос, тот, кто хочет выиграть кружку, должен ответить на совершенно несложное задание. Еноты у нас в природе обладают очень, так сказать, серьезными навыками для того, чтобы, для того, чтобы. А вот для чего им эти навыки нужны, вы должны ответить. Еноты умеют хорошо лазить и быстро бегать. И плавать, настаиваю. Еще и плавать. Ну, я не устою повторять, еще и стирать, так что, в общем, ну, крутые. Зачем все это енотам? К этому делу не относятся. В общем, зачем им быстро бегать и хорошо лазить? Какой такой образ жизни, какое такое его свойство, его характера, его природа заставляет вот все это его уметь? Богатый внутренний мир енота мы разберем чуть позже. А сейчас пришло время... А, кошка Маня. А? Маню, покажи. Маню? Да, давайте. Давайте Маню покажи. У нас еще одна есть прекрасная кошечка. Кошка Маня. Спасибо большое хозяинам, которые прислали ее. У нее глазки горят, как фары. И встретив ее ночью по пути на кухню попить водички, наверное... Ты просто сориентируешься, где кухня и где обходить Маню. И можно пускать впереди себя, она будет как... Это отличное как раз качество у меня кошки. Обозначить себя, габариты свои. Мы не будем спрашивать, зачем кошки такие глаза. Мой кот-рыжий так не делает и за что, в общем, периодически получает. Ну, а сейчас новости. Да. На 12-м канале новости в студии Тензеля Бахтиярова. Доброе утро. Вышли на финишную прямую. Через три недели в Омске откроют уникальную модельную библиотеку. Это первое, пока единственное пространство в регионе, созданное по образу и подобию европейских библиотек. Типичных залов для чтения здесь больше нет. Вместо них профессиональные лектории со всем необходимым оборудованием, пространство для дискуссий, воркшопов и свободного общения. Всего 8 залов, оформленных в современном стиле. Есть и нетипичные читальные залы. Вместо столов с зелеными лампами здесь установлены мягкие кресла и диваны, многочисленные баблы. Уединиться с книгой можно и на подоконнике. К слову о книгах, фонд обновили практически на 20%. Это современная и классическая художественная литература, а также деловые и профессиональные издания. Оборудуют здесь и современный компьютерный класс. Здесь очень широкий доступ к компьютерным ресурсам, например, национальной электронной библиотеки. Это огромный ресурс, который постоянно пополняется. Там, в общем-то, есть почти все, что может интересовать читающую аудиторию. Перезагрузку библиотечного пространства организовали в рамках национального проекта «Культура». Модернизация обошлась в 3 миллиона рублей. В 5 раз больше регион получит в следующем году. По европейской библиотеке переоборудуют в Таврическом и Селькульском районах. И это далеко не все преобразования, которые ждут региональную культуру. Куда еще направят миллионы из федерального бюджета? И какие проекты уже удалось воплотить в жизнь? Смотрите специальный репортаж Анны Кокориной сегодня в 19 часов 30 минут. Ключи от новых автомобилей сегодня получат лучшие аграрии региона. Машины вручат работникам на сибирской агропромышленной выставке. Она откроется в 9 утра в областном экспоцентре. Помимо торжественной части и поздравлений ждут специалистов сельхозотрасли. Будут работать бизнес-площадки, а также выставка спецмашин. Амичи увидят технику, работающую на полях, а также занятую в свиноводстве и разведении птиц. Ну а рядом с экспоцентром развернутся ярмарочные ряды. Здесь продукцию представят фермеры области. Приобрести можно будет мясо, молоко, мед и хлебобулочные изделия. Омские остановки оборудовали контейнерами для хранения песка. Пока ящики установили для борьбы с наледью. Так дорожники смогут оперативно обрабатывать тротуары и остановочные карманы. Как пояснили в профильном департаменте, это поможет значительно ускорить работу служб во время гололедицы. Не будет необходимости выводить на эти участки спецтехнику. Пока ящики емкостью в 200 килограммов установили на остановках по улицам 10 лет октября и Красный путь. Выбор объяснили большим пассажиропотоком. Всего же в Центральном округе появится 40 таких контейнеров с песко-соляной смесью. Если эксперимент окажется успешным, ящики установят и в других округах. Правда, пока мечи путают эти контейнеры с мусорными баками и используют их не по назначению. Дом-музей Кондратия Белова отмечает юбилей своего создателя. Старинный деревянный особняк построил Филипп Штумпф. Известный омский агроном и государственный деятель. В этом году исполняется 155 лет со дня его рождения. В 1898-м Филипп Штумпф переехал в наш город из Томска. Кандидат сельских наук он владел несколькими заводами по производству сыра, масла и льдна. Занимался коневодством. Для жизни в городе выстроил дом-образец сибирского деревянного зодчества с мезонином и двумя башнями-бельведерами. Во времена советской власти особняк у предпринимателя конфисковали. В нем разместили сначала детский дом, затем коммунальные квартиры. В 70-е годы здание пришло в упадок от сноса и воспас художник Кондратий Белов. Сейчас здесь находится музей его имени. Амичи готовятся штурмовать торговые центры. Сегодня черная пятница, день щедрых скидок. В бутиках и супермаркетах готовятся к наплыву шапоголиков. Обычно после таких распродаж на полках практически ничего не остается. Это неудивительно. Уже за неделю горожане начали получать десятки смс с информацией о самых заманчивых предложениях. Но следует быть на чеку. В преддверии черной пятницы активизировались мошенники. Как не стать их жертвой, рассказали специалисты Федерального Роспотребнадзора. Слишком низкая цена, по словам экспертов, первый признак халтуры. Зачастую злоумышленники предоставляют дискаунт на бракованный товар. Также ведомство предупредило о так называемых фишинговых сайтах. Главная цель которых собрать побольше персональных данных клиентов. Эксперты напоминают, ни в коем случае нельзя сообщать пин-код от своей кредитки. Обратить внимание следует и на стоимость доставки. Нередко продавцы компенсируют хорошую скидку дорогой доставкой. О событиях дня расскажем в часе новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Друзья мои, всем доброе утро. С вами Наталья Рогова. Владимир Матов. Наше утро. И все те, кто присоединился к нам чуть раньше, знают, что мы сегодня собираем фотографии на ваших домашних питомцев. Прямо обвал пошел. Спасибо огромное. Доброе утро, Наталья и Владимир. Хочу сказать вам большое спасибо. Спасибо для нас на канал и всем вашим сотрудникам за интересные рубрики. Смотрю каждый день. И вчера выиграла билеты в кино. Мы вас поздравляем. Сегодня тоже будут розыгрыши. Так что звоните нам, не забывайте, сообщайте что-нибудь интересное ваших питомцев. Мы постараемся выводить на экран. Но, может быть, чуть позже. Слишком много их. Да, и для начала напомним, что сегодня 29 ноября. 7 часов 36 минут. Будьте внимательны, если вы куда-то собираетесь и отправляетесь. Поздравляйтесь, мы расскажем вам о том, что мы приготовили для вас на ближайшие полчаса. Ты сегодня работаешь часами, да? А потом, да. Я и будильник, и мы часами работаем. А потом напомним вопрос и будем надеяться, что у нас есть ответ. Поворот не туда. Константин Поминов сел за руль, чтобы напомнить правила разворотов на перекрестке. Заодно уточнил, во сколько обойдется более творческий подход к маневру. Сколько на елочке шариков цветных, а сколько шариков битых. Как подлечить дорогие сердцу игрушки, научит Наталья Фаткина. Маловато будет. Болельщики «Авангарда» горячо поддержали идею выпуска новой сувенирной продукции клуба. Какой вариант стал лидером опроса, расскажет Дарья Калмакова. Праздник к нам приходит. Чтобы Новый год не влетел в копеечку, нужно встретить его сообща. Как организовать гуляние всем двором. Не пропустите мастер-класс Анны Страгис. Ну что, у нас есть звонок. Здравствуйте, как зовут вас? Вы ко мне? Да-да-да, доброе утро. Я просто не ожидала. Меня зовут Антонина. Очень приятно, доброе утро. Слышат сейчас все наши тысячи телезрителей. И я надеюсь, что у нас получится вам кружку подарить. Попробуем ответить на наш вопрос. Надо отвечать. Зачем еноту такая скорость и такая ловкость? Ловкость и у меня плавать. Еноту такая скорость. Мы думаем для того, чтобы от кого-то удирать, убегать, спасать свою жизнь. Ну да, да. Потому что по натуре, вот тут делали подсказку, что по натуре он воришка похожий. Так оно и есть, все верно. Не похоже, а он прямо ворюга страшенный. Это правильно. Наша кружечка достается вам. Будем надеяться, что будет с вами она долго и вкусно угощать вас по утрам. В общем, подводя итог, хочу сказать, что еноты такие вот создания, они подкрадываются, прокрадываются. Ну, видели, да, в вентиляционные трубы залезают. И вот он, когда что-то уже себе ухватил, вот тут-то ему надо на рывок уйти, как говорят знатоки дела. И для этого ему и 25 километров в час надо, и умение лазить по деревам, и плавать. В общем, он как ниндзя, тихонечко прокрадывается, делает свои дела, и потом быстро уходит огородами. Да, по сути, спасает жизнь свою, да, вот все как можно. Это не просто так, чтобы от хищников убежать или еще, а вот именно вот, чтобы своровать и смыться. Ну, вообще, легенду прочитала. Понятно, что зверек окружен множеством мифов и каких-то любопытных историй. Так вот, в Индии считают, что еноты это... Потомки страшного вора, который воровал все в подряд. Нет, что однажды человек, который очень много воровал и был очень таким хитрым, разгневал высшие силы, они превратили его в енота. Потом они немножко так подумали, смилостивились и оставили вот такие человеческие лапки, чтобы уметь полоскать, вероятно. И он-то противопоставленный большой палец. Вот как у нас, в общем, трудовая кисть фактически и умный он. Настолько умный, что человеком не становится, а пользуется плодами труда человека. О, про ум. Люди, конечно, отличаются высшим IQ, и задачки-то у нас посложнее, но бывает, что люди, когда за руль садятся, ведут себя, ну, прям, скажем, как-то не очень здорово, и с другим животным их сравнивают. Так вот, часто это случается на перекрестках, когда автомобилю необходимо сделать разворот, но делают это автолюбители. Господи, боже мой, как только они на моих глазах не разворачивались, я всегда для верности проезжаю перекресток и разворачиваюсь где-нибудь в более спокойном месте. А как делать правильно, как делать по правилам? И не нарваться на штраф расскажет Константин Поминов в своей авторской рубрике «Алло, гараж». Доброе утро! Это «Алло, гараж». Сегодня предлагаю поговорить о серьезном. Вспомнить правила дорожного движения. Дело в том, что мы все учились в автошколе, все как бы знаем правила, но давно не обращались к учебнику. Помните ли вы, как правильно делать разворот на перекрестке? По короткой дуге или по длинной дуге? Очень много нюансов существует, и каждый ездит по перекрестку интуитивно. Подъезжаем, включаем левый поворот. Так вот, пропускаем все встречные и разворачиваемся. Поворот мы не вошли. Давать назад на перекрестке я умышленно не стал, потому что это тоже нарушение правил и штраф 500 рублей. Разворачиваясь по малому радиусу, вы фактически оказываетесь на встречной полосе и совершаете не разворот, а делаете два левых поворота. Это карается штрафом. Итак, пробуем вторую ситуацию. Развернуться по длинной дуге на перекрестке. Подъезжаем, включаем левый поворот. Пропускаем встречных. И делаем разворот по длинной дуге. По длинной дуге, когда мы разворачиваемся, мы пересекаем разделительную полосу. Это тоже штраф и нарушение. Если бы там была зебра, это дополнительный штраф. Встает вопрос, как же правильно, не нарушая правил и не мешая другим участникам дорожного движения, сделать разворот на перекрестке? Самое интересное, что правила дорожного движения фактически никак не регулируют этот вопрос. Водитель должен сам оценить ситуацию и мысленно начертить центр пересечения двух дорог. И сделать так, чтобы ваш разворот не выходил за его пределы. Еще один совет, который дают опытные автолюбители, нужно оценить. Если разворота вашего автомобиля не хватает, то лучше проехать этот перекресток дальше и найти место, где дорога будет пошире. Честно сказать, для моего автомобиля вот этот перекресток, который я сейчас выбрал, маловат. Поэтому для вас мы постарались, но в обычной жизни я бы проехал дальше. Предлагаю рассмотреть еще одну ситуацию, когда вы подъезжаете к широкому перекрестку с разделительной полосой в виде газона. Вам так и хочется развернуться по ближнему радиусу. Это интуитивно кажется более правильным. Тем более, если ехать через весь перекресток, вам кажется, что можно помешать другим участникам дорожного движения. Давайте попробуем. И действительно, мы очень быстро развернулись, но при этом очень грубо нарушили правила. Потому что разворачиваясь таким образом, вы делаете не разворот, вы делаете два левых поворота с выездом на встречную полосу. Это карается штрафом в 5000 рублей, либо лечением прав на 4-6 месяцев. Соблюдайте правила, и тогда поездка на автомобиле всегда будет в радость. Это была рубрика «Алло, гараж». Увидимся на дорогах. Помните, что все трюки в этом материале выполнены профессионалом с полным соблюдением правил дорожного движения. С использованием компьютерной графики не надо кости выписывать штрафы за якобы неправильные повороты. Исполнение, так сказать, все развивается. В общем, не повторяйте ошибок, да, и будет у нас все хорошо. Тем более, сейчас наступает такое время, когда гололедица покрыла наши дороги, и вообще все скользко, неудобно. Соблюдайте скоростной режим, следите за собой, не торопитесь никуда. И помните, поспешай медленно, как говорили древние. И, в общем, один мой знакомый такую мрачноватую шутку всегда произносит. Если у него спрашиваешь, а чего ты едешь так небыстро, он говорит, я лучше домой на 15 минут позже приеду, чем в морг на 2 часа пораньше. Ну, как-то так, наверное. Хотела, вот, про гололедицу, любимая тема. Заговорил, сегодня прочитала, что в одном из сибирских городов тротуары решили очищать от наледей весьма специфическим способом. Разливают бензин и поджигают. Лед топится. Помогает? Ну, надо узнать, ну, вообще лед-то топится, конечно. Ну, конодок, он же должен еще испаряться. Ну, надо проследить за развитием событий. Только начали. Надо накопить его в базу. В общем, что-то как-то мне кажется странноватым. У нас есть звонок. Не только тебе это кажется. Здравствуйте, как зовут вас? Доброе утро. Да, да, да. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Елена. Лена, здравствуйте. Я Владимир, это Наталья. Слушаем вас. Очень приятно. Рада вас слышать у нас в гостях. Вас привет, и мы знаем, есть ли кого-нибудь? Я хочу поздравить мужа с днем рождения. О, давайте. Как зовут супруга? Что будете желать? Супруга зовут Виктор. Так. Сколько ему лет исполнилось? 49 лет ему сегодня. Сколько вы вместе в браке уже? А в браке 30 лет мы уже. То есть ему 49 лет. То есть вы в 19 лет поженились, да? Ему было 19 лет? Да, да, да. То есть как только разрешили жениться, вы сразу штамп в паспорте и хлопнули, да? Да, да. Это вы студентами были, да? Что? Студентами были, получается. Ну, да. Студенты учились, дед. Так. Ну, он только с армии пришел. Хороший характер. Давайте, давайте. Ну, привет и передавайте своему мужу. Что пожелать ему хотите? Ну, передаю привет. Хочу, что ли, Виктору. Да нет, мужу что пожелать хотите? Ну, я ему хочу что пожелать? Здоровья самое главное. Правильно, потому что хорошая жена у него уже есть, правильно? Да, хорошая жена у него есть, самое главное, у него внуки уже есть, я ему хочу пожелать здоровья, здоровья и здоровья. Как 30 лет в браке прожить, расскажите? Ну, 30 лет мы прожили. Как прожить-то? Какой срок? Хорошо надо. Как прожили детей двоих. Ну, мы желаем вам и дальше, там, я не знаю, я всегда путаюсь в этих названиях, золотые бриллиантовые свадьбы, чтобы вы праздновали. И мы соединяемся к поздравлениям вашему супругу. Ну, всех благ, спасибо большое, что позвонили к нам. Спасибо. Всего доброго. Ну, вот видите, как эта штука работает. Вы звоните и говорите добрые слова. А ваши добрые слова слышит вся Омская область и тоже с вами радуется. В общем, по цепочке передаем добро друг от друга. Мы продолжаем просыпаться вместе с нашим утром. Я надеюсь, вы уже взбодрились немножечко, а дальше будет еще интереснее и еще полезнее. До Нового года осталось чуть больше месяца, и пора, знаете, что сделать? Ревизию елочных игрушек. Вот наверняка вы достаете числа 28-го, а там в коробке что-то разбито, чего-то не хватает. Так вот, как реанимировать разбитые игрушки? Оказывается, это возможно. Есть прям такой доктор стеклянных для стеклянных игрушек. Такой болит Наталья Фаткина съездила к нему в гости и расскажет, как же подновить любимое елочное украшение. Увы, хрупкие елочные игрушки часто бьются и теряют былой блеск. Дом не покидает, но и на елке из-за поломок не висят. Хорошо, что все поправимо. В канун Нового года принесли нам такую елочную игрушку 50-х годов. Вот такой пупс. Если посмотрим, здесь разрушено основание. Очень аккуратно, потому что можно порезаться. А как сделать так, чтобы она снова на елку-то попала? А вот это мы сейчас и частично вам покажем. Если у стеклянной игрушки повреждена ножка, вылечить ее может только мастер. Придется пройти через пламя, но не пупсу, а только донорской заготовки. Мы отрезали. Получился у нас такой вот цилиндр. И примеряем к нашему пупсу. Вот он как раз подошел. Теперь клеим, скрепляем нужные части и отправляем в лампу. Ну вот, пупсик готов. Теперь пупс будет крепко держаться на елке. Но есть еще одна проблема. От времени потрескалась и сошла краска. Но ее восстановить можно и самому. Художница Валентина на примере моей елки согласилась показать, как правильно это делать. Нам надо с нашей елочки аккуратно снять державочку. Мы ее обязательно снимаем за усики, потому что если тонкое стекло и проволочка достаточно толстая, может игрушка лопнуть. Ацетоном удаляем старую краску и покрываем свежей, тонким слоем. Чтобы мы не забыли сделать низ, что мы могли сделать для простоты, да, мы можем макушку аккуратно подержать, сделать сначала, держа за макушку, сделать низ, потом мы наденем нашу прищепочку и уже будем держать за нее, делать верх. Основа готова. Теперь можно дать волю фантазии. На елочной игрушке могут появиться конфеты, шишки, большая гирлянда или звезда. Но мы решили сохранить оригинальный рисунок и лишь освежить его. Что еще мы можем сделать для нашей елочки? Мы видим, что про бока мы забыли, да? И у нас получается она зелененькая, потом опять беленькая. Чтобы она была совсем красивая, мы бока тоже проходим с блестками. На работу ушло 15 минут. Теперь эта игрушка точно займет почетное место на елке, а не на полке. Ведь кто в новогоднюю ночь напомнит о приятных моментах из детства, как не стеклянные пупсы и разноцветные фонарики. А еще могут быть стеклянные енотики на елке. Да. Ну и, в общем, обращайтесь со своими стеклянными игрушками аккуратно. Это память. Вот порой достаешь старую игрушку. Вот Наталья у нас любит собирать старые стеклянные игрушки. Если вы хотите сделать приятно, присылайте. Ну, как-то хорошо оборачивайте, чтобы потом не говорили надолго дураку стеклянный шарф. Приму, приму. Всех люблю. Собираю огромную игрушку. Я быстренько передам поздравление. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, моего папулю с днем рождения. Штели Виктора. Мы желаем ему счастья, здоровья, чтобы все мечты сблились. Дочь Анастасия, сын Романа и внуки. Мы с радостью передаем. Хочу сказать спасибо огромное всем тем, кто присылает нам своих зверят. Мы всех, конечно, в эфире не успеваем показывать. Но кого успеваем, того с радостью демонстрируем. Я не знаю, успеем ли мы показать могучего кота в корзине, кот-симба. Но это прямо воплощение всего кошачьего рода. Вот за что люди любят котов? Наверное, вот за такую вот твердую непримиримую позицию по отношению к человечеству. За что мы любим свою работу? Так это за то, что она позволяет нам дарить вам подарки. Ну, конечно, не просто так. Просто так тоже хорошо. Но еще интересно с вами пообщаться и позадавать вам вопросы. Сегодня мы о енотах с вами говорим. Потому что енот тут стал героем всех СМИ российских, застрявших в вентиляционной шахте. Так вот, значит, енот обладает рядом уникальных способностей. Вот мы проговорили про его большую скорость, про умение лазить по деревьям. А вот есть у нас следующий вопрос. Есть у нас три качества. И нам интересно узнать, какие вот из них правда у них есть, а какие мы придумали. Словом, нужно вам поймать нас на лжи в трех утверждениях о енотах. Я их зачитаю, а после можно будет нам набирать телефон студии и уличать меня. Итак, еноты могут выполнять команды человека, как это делает собака. Второе утверждение. Енот один из немногих млекопитающих, которые способны спускаться с высоты прям вот головой вниз. Вот прям на 180 градусов. И третье утверждение. Когда енот много ест, у него жиреет даже хвост. То есть жиреет все и хвост в том числе. Да, очень легко еноты набирают вес. Очень легко. И даже в хвосте. И кто смотрел нашу передачу, я думаю, я имею в виду с самого начала. Что из этого правда? Вы же щипательные истории еноты из морковой. Звоните и попытайтесь отгадать. Нам будет любопытно услышать и подарить вам футболку от нашей программы. А далее у нас топ-5. Потрясающая штука с невероятным вопросом. Мы предлагали вам проголосовать за вариант, какая же атрибутика должна пополнить сувенирную продукцию клуба «Авангард». Вот за что вы проголосовали. И вот кто вырвался в лидеры. Расскажет Дарья Калмакова. Доброе утро. Благодаря вашим голосам у Максима Гречанина появились идеи для необычного подарка. И он почти не пострадал. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Мы спрашивали, чем можно разнообразить атрибутику хоккейного клуба «Авангард». И предложили несколько вариантов. Каждый из них, безусловно, нашел своего фаната. Пятое место забирает музыкальный диск. Специально для вас мы выяснили, какую музыку предпочитают слушать ястребы. Именно эти композиции должны войти в плейлист. Бас нравится очень. Подгрустный дэнс. Unsainted Slipknot. Перед выходом налил что-нибудь из Soft Spring мне нравится. Александр Розенбаум. Ой, кто-то с горочки спустился. Spiders Slipknot. I love Celine Dion. Уже 3FM практически всегда. Гелик есть, песня такая. Джонни, комета. Что-нибудь белорусская песня родом эти. Название диска «Лучшие хиты из раздевалки». Звучит интересно. Обратите внимание, на пластинки есть еще два эксклюзивных бонус-трека. От студии, внимание, 12 канал Рекорд. Здесь верят, что «Авангард» уже в скором времени вернется в Омск. А значит, болельщикам московской арены придется погрустить. Трек первый. Песня расстроенного Балашихинца. Если есть расстроенный Балашихинец, то где-то должен быть и счастливый Амич. Представляем вашему вниманию трек номер 2. Здесь так красиво, я перестаю дышать. 12 тысяч кресел, чтобы поддержать Омский Авангард. Музыка – это хорошо. Но если у вас секутся кончики, появилась перхоть, а волосы выглядят тусклыми и безжизненными, надо что-то срочно предпринимать. Вслед за профессиональными мастерами мы рекомендуем средство, которое решит все ваши проблемы. Четвертое место. Шампунь сушинский. Нет волос – нет проблем. Будьте внимательны, остерегайтесь башкирских поделок. Гель для душа принцесса Умарк не только и сушит кожу, но и сделает вас капризными и неадекватными. Начнете падать от чужих взглядов. И если вам кажется, что мы переборщили с президентом клуба Сушинским, то мы не против борщинуться с бывшим нападающим Авангарда Михеевым. Третье место. Фирменный борщ Михеевский. Сэндвичи и бургеры в прошлом. Многие болельщики, как и сам Илья Михеев, выбирают русскую кухню. Вкусно и практично. Сэндвичи и бургеры в прошлом. На втором месте серия молочного шоколада. Восхитительный Зеня. От него без ума только умные девушки. Оля, прости, ты упустила свой шанс. Чарующий вилле. Импортный, финский, санкционный. Шоколадные чары могут вызвать зависимость. А если вам хочется попробовать вкус местного шоколада, то выбор стоит остановить на неподражаемом Сёме. Такой омский, такой уникальный, такой родной. И это ещё не всё. Амичи могут собрать целую коллекцию шоколадных плиток от Авангарда. Каждая по-своему особенно. Ищите на прилавках фирменных магазинов. Победное первое место достается сочетанию свежих овощей и нежного сочного мяса, приправленного пикантными специями. Шаурма Анука-манука. Наивысшее качество и уникальный рецепт. Я сегодня на работе с ночи до зари. Есть хочу и в животике урчит. Чтобы в норме быть, мне мама говорит. Нужно кушать вовремя, иначе здравствуйте, гастрит. Если голод замучил, нежнейший лаваш, начинка что надо, овощи, мясо из специй торнадо и можно даже без лука. Такая шаурма. Анука-манука. При всём невероятном вкусе шаурма ещё и полезна. Не содержит соли. Поэтому если вы вдруг всё же захотите добавить в неё щепотку белой приправы, будьте аккуратны. В народе поговаривают, кто соли рассыпет, тому не миновать ссоры. Верите? Заходите в нашу группу ВКонтакте и проходите новый опрос о приметах. Итоги подведём в пятницу 13-го. Хорошего дня и до встречи. Прекрасные, прекрасные нам новости. Да, и мне очень понравился трек болельщика. Да, всё, отличные ребята. Молодцы, спасибо вам большое за такое удовольствие с утра посмотреть. Зрители, голосуйте дальше. Опрос уже у нас в странице ВКонтакте, на страничке 12-го канала. А прямо сейчас мы приветствуем телезрителя в нашем эфире. Нам дозвонились и, возможно, мы кому-нибудь сейчас подарим именно вам. Подарим футболку. Давайте знакомиться. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Юлия. Юлия, ну что, попробуем узнать всю правду о енотах. Я буду читать утверждение. Ваша задача сказать, правда это или неправда. Вот и все дела. Готовы? Итак, еноты могут выполнять команды человека, как собаки. Это правда или нет? Нет. Загибай пальцы. Пока один загни. Я не скажу, пока в какую сторону. Второе утверждение. Еноты одни из немногих млекопитающих, которые способны спускаться головой вниз по вертикальным. Нет. Тоже не могут? Не могут. А когда енот много ест, у него жиреет даже хвост? Вот правильно, которое вот-вот, он не может спускаться вниз головой. А, это правда. Так, а про хвост? Хвост это неправильно. Угу. Ну вот что будем делать? Не знаю. Я даже ответов не знаю. Ладно, у нас добрая программа. Я только пальцы загибаю. Еноты у нас тут, в общем, водятся или не водятся в диких условиях, мы мало не знаем. Но на самом деле у енотов жиреет и хвост на самом деле. И они могут выполнять команду человека. У них, как и выше, чем у кошки, поменьше, чем обезьяна. Нет, они могут, но они не хотят. Вот прямо все животные могут выполнять команду человека, но не любят. Но тем не менее, вообще нам не жалко вам футболку подарить, потому что правильно все равно вы один ответили. Это достаточно. Щедро даем вам футболку. Ну хорошо. Радите, что у нас такая щедрая Наталья Рогалева. У нас еще призов проспал, но... Да, мы щедро делимся с вами информацией. Сейчас время как раз новостей. Давайте их посмотрим. На 12-м канале новости в студии Тензеля Бахтиярова. Доброе утро. Вышли на финишную прямую. Через три недели в Омске откроют уникальную модельную библиотеку. Это первое, пока единственное пространство в регионе, созданное по образу и подобию европейских библиотек. Типичных залов для чтения здесь больше нет. Вместо них профессиональные лектории со всем необходимым оборудованием, пространство для дискуссий, воркшопов и свободного общения. Всего восемь залов, оформленных в современном стиле. Есть и нетипичные читальные залы. Вместо столов с зелеными лампами здесь установлены мягкие кресла и диваны, многочисленные баблы. Уединиться с книгой можно и на подоконнике. К слову о книгах, фонд обновили практически на 20%. Это современная и классическая художественная литература, а также деловые и профессиональные издания. Оборудуют здесь и современный компьютерный класс. Здесь очень широкий доступ к компьютерным ресурсам. Например, Национальной электронной библиотеки. Это огромный ресурс, который постоянно пополняется. Там, в общем-то, есть почти все, что может интересовать читающую аудиторию. Перезагрузку библиотечного пространства организовали в рамках национального проекта «Культура». Модернизация обошлась в 3 миллиона рублей. В 5 раз больше регион получит в следующем году. По европейской библиотеке переоборудуют в Таврическом и Селькульском районах. И это далеко не все преобразования, которые ждут региональную культуру. Куда еще направят миллионы из федерального бюджета? И какие проекты уже удалось воплотить в жизнь? Смотрите специальный репортаж Анны Кокориной. Сегодня в 19 часов 30 минут. Копии Знамени Победы и Бессмертного полка передадут ученикам Омской школы номер 7. В субботу стартует вахта памяти. Впервые она охватит все образовательные учреждения города. Это больше 150 школ и детских садов. На торжественном открытии военно-патриотической акции ждут почетных гостей. Историями своих подвигов с ребятами поделятся ветераны Великой Отечественной войны. Вообще же в юбилейный год Великой Победы для школьников разработана масштабная программа. Ребята продолжат вести летопись войны, выяснять судьбу родственников солдат и тружеников тыла. О горячих сражениях вспомнят в боевых листках. Их будут печатать в каждой школе. Нарисуют ученики и лицо Победы. В галерее соберут портреты фронтовиков. Пройдет в образовательных учреждениях и эстафета памяти. Копии знамен примут у себя не только в школы, но и колледжи, и вузы региона. В преддверии Нового года у Амичей собирают мечты. Сегодня в интернете начинает работу платформа желаний. В форме короткого сообщения здесь можно рассказать о своих мечтах. Заметки организаторы акции распечатывают. Ими украсят новогодние шары. Игрушки повесят на релку рядом с новым культурным центром «Эрмитаж Сибирь». Улицу музейную, на которой располагается здание, превратят в кусочек Санкт-Петербурга. Она будет оформлена в стилистике северной столицы. Центральной композицией станет зеленая хвойная красавица с заветными желаниями Амичей. О чем мечтают жители региона, все желающие смогут узнать с 25 декабря. Ну а первые елочные базары откроются в Омске уже в это воскресенье. Точки организуют в Ленинском округе, на улицах Серова, Демьяна, Бедного, Жуковского, Крыловской, 6-й станционной и проспекте Сибирском. В среднем главный символ Нового года обойдется Амичам в 400 рублей. На выбор представят сосны и пихты. Работать базары будут вплоть до 31 декабря, а после закрытия предприниматели должны будут привести в порядок арендованную площадку. Напомню, что в усиленные рейды по зеленым зонам региона уже вышли 150 работников лесного хозяйства. Специалисты будут охранять хвойные посадки от черных лесорубов. Амичи готовятся штурмовать торговые центры. Сегодня Черная пятница, день щедрых скидок. В бутиках и супермаркетах готовятся к наплыву шапоголиков. Обычно после таких распродаж на полках практически ничего не остается. Это неудивительно. Уже за неделю горожане начали получать десятки СМС с информацией о самых заманчивых предложениях, но следует быть начеку. В преддверии Черной пятницы активизировались мошенники. Как не стать их жертвой, рассказали специалисты Федерального Роспотребнадзора. Слишком низкая цена, по словам экспертов, первый признак халтуры. Зачастую злоумышленники предоставляют дискаунт на бракованный товар. Также ведомство предупредило о так называемых фишинговых сайтах, главная цель которых – собрать побольше персональных данных клиентов. Эксперты напоминают, ни в коем случае нельзя сообщать пин-код от своей кредитки. Обратить внимание следует и на стоимость доставки. Нередко продавцы компенсируют хорошую скидку дорогой доставкой. О событиях дня расскажем в часе новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Всем привет и спасибо большое службе информации 12 канала и Танзере Бахтияровой, которая рассказала о новостях, которые были и, в общем, сделала анонс на то, что произойдет сегодня в Омске. Ну, а мы продолжаем. Час позади и самое приятное, что еще целый час впереди. Всем привет, кто продолжает нас смотреть и тем, кто присоединился к нам только что. В общем, у нас много всего интересного. А что именно интересного, мы вам прямо сейчас с Натальей Рогалевой и Владимиром Мутовкиным расскажем. Бывает так, что вы откладываете телефонный звонок, потому что не знаете, как вести переговоры. Дело поправимое. Анастасия Вареник поможет составить эффективный алгоритм действий. Кролики – это не только ценный мех, как говорил мой папа. Травимся на кроличью ферму и узнаем, почему, например, держать уши пушистых за уши смертельно опасно. Все течет, все изменяется. Наше утро решило провести эксперимент. Узнают ли омичи на старых фото улицы и парки города? Попробуйте и вы. Золотой диплом и море оваций, чем покорила Ильзу Лиеппо и жюри конкурса «Весна священная Омская школа джаз-модерн-танцы». Спросим у гостей эфира. Хотела еще продолжить тему, которую Тензеля Бахтиярова обозначил, о том, что начались рейды на черных лесорубов, которые занимаются совершенно незаконным делом вырубки пихты и елочек, поскольку сегодня имеют право рубить елки к Новому году только лесхозы. Специальных плантаций, которые бы выращивались специально для новогоднего рынка, не существует. Все елочки, которые попадают на елочный базар официальный, это результат санитарной очистки лесов. И вот проводить ее могут только, повторюсь еще раз, лесхозы. Если вдруг вы намеритесь вдруг чего-то такого сделать, напомню, что нарушителю одно срубленное дерево обойдется в пять с половиной тысяч, это для граждан, а вот для должностных лиц в разы больше будет штраф. Не стоит вообще испытывать судьбу не только под угрозой денег, но и вообще ведите себя по-человечески. Кстати, вот у нас такой спор образовался, не то чтобы сильный, но некоторые экозащитники природы пишут о том, что это ужасно вырубать елки, давайте переходить на искусственные елки. Мне вот интересно, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, можете позвонить, рассказать нам, потому что тут, что называется, елка-то о двух концах. Как сказала Наталья, их действительно сейчас специально не высаживают, чтобы вырубать, а это идет прореживание лесов, которые необходимо делать в избежании крупных пожаров, ну и чтобы другие деревья более или менее росли в комфортных условиях, это с одной стороны. А с другой стороны, вот изготовление искусственной елки, это сопряжено с определенными затратами. Вот с какими именно, мы сейчас проанонсируем, на следующую неделю у нас будет большой специальный репортаж Софью Халиулиной на эту тему, что же выбрать, вот этот вариант или вот такой вариант. Третий вообще у нас на столе сегодня стоит, если вы не заметили туя, о том, может ли она заменить елку, и как вырастить в домашних условиях, мы сегодня тоже поговорим в конце программы, обязательно досматривайте нас до конца, если у вас такая возможность. А прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть на наш эксперимент. Разрешите, да, один момент, мне очень много сообщений, нам приходят сообщения в WhatsApp, спасибо вам всем огромное, если я кому-то не успеваю отвечать, уже люди обижаются, вы уж простите нас, пожалуйста, но мы все-таки и в прямом эфире с Натальей работаем, я не успеваю писать, и Наташа не успевает писать. Мы все внимательно читаем, что успеваем, выдаем эфир, по возможности передаем все ваши поздравления, и с радостью ждем от вас новых сообщений, пожалуйста, не отчаивайтесь, если вы почему-то в эфир не попали. Ну, в конце концов, это просто наше общение с вами. Ну, а сейчас эксперимент. Да, мы решили спросить у Амичи, а узнают ли они по старой фотографии улицы родного города, вот что у нас получилось. Все бежит, все меняется, вот и наш город с течением времени обретает новые очертания. Давайте проверим, узнают ли Амичи улицы родного города на снимках из прошлого. Наша родня живет вся, а мы сами с Новосибирска вот приехали, но в Омске мы жили до 2001 года. Нравится вам? О, отлично, вообще восхищение. У нас самый солнечный город, самый солнечный город. А сейчас парк такой делает, я сейчас только из парка иду. Это вообще чудо-чудо-чудо. А как авангард-то игра от такого? Давайте попробуем с вами сыграть в одну простую игру, если вы так хорошо помните город. Заманиваем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что на этой фотографии изображено? Ну вот это прыгалка с парашютом, а это карусели какие-то. Не, надо одеть очки. А вас с собой? С собой. Давайте надень. Сейчас точно все узнаете. Так, касса. Ну это парк культуры, советского района, наверное. Сейчас больше стало аттракционов здесь. Чего только нету. Вот мы были, лучше стало. Чертовое колесо было вот здесь вот оно стояло, вот как я помню. Потом его туда перенесли. Сюда, вот влево. Так, сейчас я посмотрю. Это вот где Ленинградский мост? Да, все верно. А как вы думаете, что на снимке происходит в этот момент? Ну, наверное, какой-то праздник, раз столько автобусов. Демонстрация, может быть, первомайская? Нет, здесь мост проверяют, но на что? А, ну ясно, на прочность. Это что, мост? А, это, этот большой-то мост Маши Ленинникова-то, да? Нет. Нет, 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 нет. Это не Маши Ленинкова. Или у телецентра, у телецентра мост, да? Ленинградский это мост, правильно сказать? А я правильно сказал первый раз. Я правильно сказал. Будете ли вы настаивать за своими версиями? Не путайте. И последний вопрос. Вот, наверное, самый сложный. Что изображено на фотографии? Недалеко от нас, кстати говоря. Далеко? Это я не помню. А их сейчас и нет, вы сейчас от нее видите. Немножко подскажу. Это совсем недалеко от нас сейчас. Несколько остановок буквально было. На магистраны точно не похожи. Нет, подожди. Не похожи. Не кристалл ли случайно? Ага. Чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше, мам. Вы знаете, вот, наверное, я вот это уже не застала. Ворота какие-то, очевидно. Символ каких-то ворот. А какое это место, сможете угадать? Ну, наверное, Карла Маркса. Ну, понятно. Это почтамп. Нет. Ой, подождите, подождите. Так, вот это где-то вот... Это вот там, это въезд в городок нефтяников, по-моему. Вы помните эти арки? Да нет. Я не настолько стара, чтобы это помнить, но я видела это на фотографии. А, это ворота. Здесь автодор, да? Автодор. Ворота были. Вход нефтяники. А тут телецентр, правильно? Как вы помните. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Алло. Алло. А, да, доброе утро. Давайте знакомимся. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Что вы хотели сказать, рассказать, пожелать, не знаю. Я хотела поздравить свою маму с днем рождения. Поздравляйте, слушаем. Желаю ей здоровья, счастья, любви. И чтобы все внучки, конечно, ее очень любили. Как маму зовут? Мама зовут Наталья. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые сегодня Наталья получит от вас и от всех ее знакомых. Спасибо большое. Программа «Наше утро» тоже поздравляет именинницу и Наталью. И сегодня у нас был Виктор именинник. Я думаю, многие сегодня день рождения отмечают. Так что всех сразу от нас поздравляем. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения каждый день. Вот еще Артема поздравляют. Артем, с днем рождения. Все Артемы, которые сегодня день рождения, поздравляем вас. Если у вас сегодня нет повода такого праздничного, личного, давайте мы вам устроим и подарим подарок. У нас есть два билета в кинотеатр Первомайский. Это спонсор нашей рубрики о кино и спонсор конкурсов о кино и викторин. И именно сейчас мы хотим вам задать вопрос, связанный с миром прекрасного визуального искусства. Кож, коль мы сегодня про енотов вспоминаем, естественно, не можем мы войти стороной прекрасной мультики «Крошка енот». Он был снят в 1974 году по книге американской писательницы. Стал нам всем родным, очень любимым. Песня, звучащая в этом мультике, стала просто гимном Советского Союза до сих пор. Это одна из самых трогательных песен. Гимном Советского Союза? Ну, вот таким неформальным каким-то. Гимном хорошего настроения. Я бы так сказал, хорошее настроение – это наша работа, поэтому это гимн нашего утра. Ну ладно, все, принимаю корректировку. Хорошо, теперь про мультик. Итак, наш вопрос, за который мы вам подарим два билета. И вы сможете ходить куда-нибудь, посмотреть. Смотрите, у Крошки енота случился там тоже повод. День рождения, он пошел в лес за сок, и мама его отправила туда. Но она понимала, что мероприятие это, в общем, опасно, и дала ему совет, как ему нужно идти, чтобы с ним ничего плохого не случилось. Припомните-ка мудрое наставление мамы енотихи и позвоните нам в эфир 695-644. Если вы сейчас кинолись пересматривать мультфильм, это правильно, его стоит пересмотреть. Но сначала рассмотрите «Наше утро» и билеты от нашего спонсора кинотеатра «Первомайский» будут у вас в кармане, и посмотрите и мультфильм, и кино. В общем, звоните. И постараемся найти ответ. А чтобы вам не страшно было нам звонить, посмотрите «Рабочий настрой». Там алгоритм процедуры подготовки к телефонному общению, который позволит вам быть продуктивным, эффективным, смелым и добиться своих результатов. Доброе утро. Знаете, я очень не люблю разговаривать по телефону. Мне гораздо комфортнее встречаться лично. Но все же я живу в 21 веке и часто веду деловые переговоры. Поэтому составила для себя алгоритм подготовки к деловому звонку, который, я думаю, будет полезен и вам. Любое общение имеет какую-нибудь цель. Определите для себя, к чему вы хотите прийти в результате переговоров. Проанализируйте, на какие уступки вы можете пойти, а что для вас принципиально. Так вы будете более собраны в разговоре. Деловое общение по телефону специфично. Здесь огромное значение имеет голос. Он должен быть бодрым и слышным. И доброжелательность. Просто улыбайтесь, и это поможет вам найти подходящую интонацию. Если вам предстоит важный телефонный разговор, обязательно сделайте пометки. Напишите тезисы, ключевые мысли, доводы или цифры. Так вы значительно снизите риск оговорок или неверного изложения определенных фактов. Звоните в удобное собеседнику время. Также не следует совмещать общение по телефону с другими делами. Слишком длинные телефонные разговоры – ошибка, свойственная многим. Нужно всегда помнить о том, что деловое общение по телефону не должно длиться дольше 4-5 минут. Обязательно поддерживайте двусторонний диалог. Для этого время от времени задавайте собеседнику вопросы о том, понял ли он, о чем идет речь, каково его мнение и тому подобное. Заканчивать обсуждение каждой ситуации можно с помощью стандартных фраз. Могу ли я считать, что по этому вопросу мы с вами договорились? Как я вас поняла, мы можем рассчитывать на вашу помощь. Эти вопросы помогут сэкономить время, а также продемонстрируют вашу вежливость и тактичность. После окончания разговора оцените его содержание и стиль, отметьте возможные допущенные ошибки. Так со временем вы сократите длительность приговоров по телефону и повысите их эффективность, что весьма благоприятно отразится на вашем имидже. Вот увидите. До свидания. Есть у нас большие поклонники мультфильма про крошек и нот, судя по тому, что позвонили нам практически вот мгновенно всю секунду. Но давайте мы с вами познакомимся. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Меня зовут Нина Николаевна. Так, Нина Николаевна, признавайтесь, пересматривали мультик или так помните? Ну, у меня внуков, у меня пятеро внуков. Как вы думаете? Конечно, смотрим. Как хорошо. Любят они такие мультики или все-таки, знаете, то, что поновеет? Нет, любят люди. Вы знаете, как бы мы не заставляем посмотреть наши старые мультики, что это самое. Это все-таки они самые добрые были, самые красивые были. И такая там музыка, да, вот сегодня хвалим мы песенку. Но давайте помогите тогда припомнить всем другим телезрителям, кто сейчас пытается припомнить, какие же слова сказала мама крошки еноту, прежде чем отправила его в джунгли. Быть добрым и улыбаться, улыбнуться надо. Не, смотрите, напутствие хорошее, но буквально в мультике прозвучала совсем другая фраза. Ну, значит, я плохо смотрела, значит, забыла. Всем доброго утра. Вам тоже доброе утро. Спасибо большое. Спасибо, давайте мы здесь дадим шанс еще, да, вот прям ближе к тексту все-таки ответить. Мы продолжаем принимать звоночки от вас и, собственно говоря, ждать правильного варианта. Да, что сказала мама, отправляя сынулю в темный лес за сокой? Да, и лишили после этого маму родительских прав. Вот чтобы он в лесу не заблудился вам подсказка. Что-то она сказала еноту, как там, передвигаться надо. Да, дали прогноз погоды, чтобы вы знали, что сегодня надеть. Бонус дияс, с вами маэстро Лизбамбаро. Думаете, что надеть перед выходом на улицу? Я вам подскажу. С окном, конечно, не май, но и холода нас пока не сохватили. В омске днем минус 7, оно чуть до 11 градусов холода, осадков не ожидается. Но солнце сокроет облако. Юго-западный ветер не сильный, 9 метров в секунду. Примерно такая же погода на севере области. В Тарском районе минус 7 днем и до 11 холода ночью. В отличие от Омска, ожидаются осадки. Знег выпадет и на юге. В Нововаршавском районе минус 7 днем и до 11 ниже нуля ночью. Если на улице пасмурно, изнесите равноврасие в белую монотонность природы. Одевайтесь в яркие одежды и идите гулять. Вот, к примеру, на губе привыкли одеваться во все седорадуги, во все обтягивающие и в сеточку. Такое там на каждом шагу. От этого и народ веселый, и так много танцующий. Последуйте примеру жителей острова свободы, и вы поднимете настроение себе, я крушающе. Кольцо всем предеври яды. Пусть вам всегда светит солнце. И с вами был ваш танцующий моторолог и маэстро танцы. Лизбан Баро. Пока. Готовятся наши гости, чтобы во всей красе пред вами предстать. У нас есть звонок от телезрителя. Давайте быстро узнаем, сможет ли он получить билеты от нашего спонсора кинотеатра Первомайский. Что сказала мама, отправляя енота в лес? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да-да-да. Как зовут вас? Александр Глебов. Алик Кассандр. Ну давайте попробуем отправить, правильно ответить. Так, мама, когда отправляла енота, там, по-моему, за сладкой сокой, она сказала идти по тропинке и никуда не сворачиваться. Да, все так, все верно. Оставляйте свои данные и забирайте билеты от кинотеатра Первомайский, нашего спонсора. Мы говорим привет нашим гостям. Здравствуйте, девушки. Доброе утро. Ну что, знакомимся. Невероятно приятный повод привел в эту студию школу джаз-модерн-танца и воспитанниц Лиду Сашу Альбину и руководителя Юлию Александровну, потому что они во Владивостоке стали обладателями золотой медали на этапе фестиваля «Весна священная» — это танцевальный фестиваль, очень авторитетный и с прекрасным жюри. Там жюри, там мы за льня посидела, да, в жюри. Спасибо. Поздравляем вас. Чем вы покорили? За что вам вручили этот диплом? Что вы показывали? Мы показали два номера — это цирк и путешественники. Но номер, который нас повел, так сказать, в победе, это были путешественники, так как в этом номере мы прям блеснули. Вы прям пообсуждали потом, да, что у вас лучше всего получилось? Да? Это общее мнение. Блеснули девчанки? Да. Нас похвалили прямо во время конкурсного просмотра, что бывает крайне редко, в принципе, на конкурсах. Это было очень приятно. Но не все знают мир, скажем, танцевальных конкурсов. Вот что это за фестиваль такой «Весна священная» и почему победить на нём так приятно? Организовала его Ильза Лиепа. Ильза Лиепа, как вы знаете, очень знаменитая, самая талантливая, прекрасная балерина, народная артистка России. И миссия её заключается в том, чтобы привлечь как можно больше ребят, детей нашей страны соприкоснуться с этим прекрасным миром искусства, с настоящим искусством, с высоким искусством. Не только балета, не только театра, а, в принципе, узнать то, что узнать им сейчас, в принципе, неинтересно. Но она это делает так, чтобы они действительно заинтересовались этим. И я думаю, что я не голословно спросить у ребят сами. Мы спросим, а много принимают участие коллективов в подобных состязаниях? Сейчас идёт конкурсный отбор в нашем федеральном округе, Сибирь и Дальний Восток. Всего отобрали 20 коллективов. Всего. Только с округа, да? Вот с этого огромного региона 20 коллективов. Приехало в Владивосток 14 коллективов. Гран-при получил один коллектив. И золото досталось нам. Отлично. Это просто такой замечательный результат, вы даже не представляете. И сейчас будет проходить этот конкурс во всех регионах России. Дойдёт он до Калининграда. Всего их 8. И то бишь 8 обладателей гран-при и 8 золотых медалей приедут в Москву и будут биться дальше. Выражаясь спортивным языком, вы уже отобрались в финал, да? Да. И надо себя там, в Москве проиграть. Да, да. И потом самые лучшие коллективы, которые отберёт это компетентное жюри, будут участвовать в проекте, в проекте Ильзы Лиепа, который будет проходить на сцене Большого театра. И это будет всё по-настоящему. Будут шиться костюмы в цехах Большого театра. С ними будет работать главный балетмейстер Большого театра и так дальше. То есть это так всё прекрасно и замечательно. Для детей. И они с этим все прикоснутся, это увидят и это пощупают. Девчонки, вы уже пакуете чемоданом внутренне? Вы, да, держите за нас кулачки, мы очень будем стараться. Нет, мы обязательно будем это делать. Девчонки, ну, глупо спрашивай, да рады вы, не рады. Это, конечно, вы рады, я думаю. Волнуйтесь, не волнуйтесь, но наверняка есть волнение. Но всё вот это зачем вам? Вы как-то свою судьбу планируете связать с танцем? Или это просто такое детское увлечение, а потом во взрослой жизни что-то другое у вас будет? Или вы ещё не думали об этом? Ну вот, лично я решила оставить танцы, это как в детстве, это как моё хобби, а когда вырасту, хочу уйти в медицину. Отлично. Ну что, Ина, а Альбина, какие планы? Я хочу дальше танцами заниматься. Ну вот Ильза Лиепа, ты такой хочешь быть? Или ещё какой-то, может быть, более знаменитый? Ну, как Ильза Лиепа. Ну, например, для начала, да, там новую планочку, наверное. А дальше куда? Для начала Ильза Лиепа, а что дальше? А дальше богиня? Там же новое совершенство. Конечно, его не существует. А у Лиды какие планы? А у меня, так же, как у Саши, оставить это как хобби и продолжить этим заниматься, но всё-таки прийти какую-то на новую планку к другим способностям и совершенствам. Отлично. Но главное, вы в Москве, да, успеете выступить на сцене Большого? Мне вот интересно... Говорят, кто выходит на сцену Большого, а потом с неё уйти не может. Ну, подожди, ну всё впереди. Ну, кто знает. А здесь мне нравится, как я хочу оставить, у меня такое всё время, свой след в истории танца. Программа уже готовится вами к выступлению теперь, финалам? Ну, прошла только неделя, как мы вернулись. Сейчас мы немножечко отдохнём, и после Нового года мы начнём усиленно готовиться уже ко второму. Это будут новые, да, номера? Да, конечно. А мне вот интересно, девчонки помогают придумывать номера? Вы что-нибудь подсказываете педагогу, или всё там за вас делают? Ну да, мы приносим свои какие-то изюминки. Конечно. Это движение руками. Нет, просто канва, естественно, делается балетмейстером, а для того, чтобы номер был интересен не только нам, взрослым людям, но и им, как исполнителям, естественно, я прошу их немножечко поработать мозгами. И иногда это получается очень здорово. Как правило, получается очень здорово. Для правды работать, ну ладно, это образ продумать, характер, да, свой? Конечно, да. Это же здорово, когда каждый из них разный. У каждого своя фишка есть, какая-то изюминка, и тем наш коллектив особенно ценен и отличается от других. Что в нужный момент они могут быть совершенно разными, интересно на это смотреть, когда дети разные. Каждый по-своему несет свой образ, а не одинаковые эмоции у всех абсолютно на сцене. Ну, я думаю, это ваше мастерство, все такие разные характеры в одну картину сложить потом. Ну, конечно. У вас на сцене очень-очень много, да, всегда исполнителей. Да, да, да. Я вот сколько дней не общался, не слушал великих танцоров, они всегда говорят, это труд, ни на что времени не остается. У вас примерно то же самое происходит? Или все-таки какое-никакое детство присутствует? В школу иногда ходите. Школа прежде всего, прежде всего школа, а потом все остальное, конечно. Ну, много времени тратите, да, наверное, на репетиции? Нет. Часа четыре в день, да. Девчонки, а вы на дискотеке ходите? Проявляете свое мастерство? Или вам как каратистам нельзя применять свое мастерство, так и вы танцевально не можете, чтобы всех затмить? Ну, мое мнение, что танец, на который мы сейчас ходим, он разучивается специально по счету, по движениям, и его не всегда можно показать на свободной музыке, а вот только на концертах, на сцене, на отдельных мероприятиях. Все равно же вы обладаете секретами мастерства, и по музыке вы можете, да? Свободная музыка, так красиво популярные мелодии еще никто не называл в истории. Так попсу еще никто не называл. С вами как, педагоги? Построже, поласковее обращаются? Как вообще вас нужно там? Ну, на тренировке все-таки лучше с нами построже, потому что мы все разные, и один подход для всех — это все-таки строго. Так есть. А насколько строго? Что это должно быть? Ну, иногда не сильно строго. Иногда может быть посильнее. Там разные градации строгости. Но у нас все равно очень люди. У нас, как знаете, у народов Севера есть 60 определений для слова «снег». Вот мы говорим «снег белый», «серый», а у них 60 определений. И у вас то же самое для строгости, да? 60 определений, да? С вами педагог построже, да? Ну, вот мы начали с того, что задача фестиваля — это глобальная, Улье, это привлечь внимание к этому виду искусства. А оно сейчас теряется, и важно сохранить интерес к танцу? Или это искусство, которое всегда будет востребовано? Не в этом дело. Просто ее задача заключается в том, чтобы приобщить детей к высокому искусству. Его же много, и всякого разного на самом деле. И современное искусство тоже искусство, но это классическое искусство, и именно к нему она бы хотела привлечь максимальное количество детей нашей страны. Вы знаете, о чем я сейчас поймал? Ильза Леп, конечно, делает прекрасное дело, но вы делаете не менее прекрасное, потому что вы и приобщаете. Вы как раз тот самый человек, который взял этих детишек и начал готовить. А потом уже появилось это место, где они могут продемонстрировать свои способности. От всей души спасибо вам за это большое. Я желаю вам удачи. Спасибо за удовольствие говорить о том, что вы золотые медалисты фестиваля «Весна священная». Классно выступить на сцене Большого театра. Я желаю вам большое. Спасибо вам большое. Дальше новости в программе «Наше утро», и мы продолжим просыпаться после. На 12-м канале новости в студии Тензеля Бахтиярова. Доброе утро. Вышли на финишную прямую. Через три недели в Омске откроют уникальную модельную библиотеку. Это первое и пока единственное пространство в регионе, созданное по образу и подобию европейских библиотек. Типичных залов для чтения здесь больше нет. Вместо них профессиональные лектории со всем необходимым оборудованием, пространство для дискуссий, воркшопов и свободного общения. Всего восемь залов, оформленных в современном стиле. Есть и нетипичные читальные залы. Вместо столов с зелеными лампами здесь установлены мягкие кресла и диваны, многочисленные баблы. Уединиться с книгой можно и на подоконнике. К слову о книгах, фонд обновили практически на 20%. Это современная и классическая художественная литература, а также деловые и профессиональные издания. Оборудуют здесь и современный компьютерный класс. Здесь очень широкий доступ к компьютерным ресурсам. Например, национальной электронной библиотеки. Это огромный ресурс, который постоянно пополняется. Там есть почти все, что может интересовать читающую аудиторию. Перезагрузку библиотечного пространства организовали в рамках национального проекта «Культура». Модернизация обошлась в 3 миллиона рублей. В 5 раз больше регион получит в следующем году. По европейской библиотеке переоборудуют в Таврическом и Селькульском районах. И это далеко не все преобразования, которые ждут региональную культуру. Куда еще направят миллионы из федерального бюджета? И какие проекты уже удалось воплотить в жизнь? Смотрите специальный репортаж Анны Кокориной. Сегодня в 19 часов 30 минут. Ключи от новых автомобилей сегодня получат лучшие аграрии региона. Машины вручат работникам на Сибирской агропромышленной выставке. Она откроется в 9 утра в областном экспоцентре. Помимо торжественной части и поздравлений ждут специалистов сельхозотрасли. Будут работать бизнес-площадки, а также выставка спецмашин. Амичи увидят технику, работающую на полях, а также занятую в свиноводстве и разведении птиц. Ну а рядом с экспоцентром развернутся ярмарочные ряды. Здесь продукцию представят фермеры области. Приобрести можно будет мясо, молоко, мед и хлебобулочные изделия. Омские остановки оборудовали контейнерами для хранения песка. Ящики установили для борьбы с наледью. Так дорожники смогут оперативно обрабатывать тротуары и остановочные карманы. Как пояснили в профильном департаменте, это поможет значительно ускорить работу служб во время гололедицы. Не будет необходимости выводить на эти участки спецтехнику. Пока ящики емкостью в 200 килограммов установили на остановках по улицам 10 лет октября и Красный путь, выбор объяснили большим пассажиропотоком, всего же в центральном округе появится 40 таких контейнеров с песко-соляной смесью. Если эксперимент окажется успешным, ящики установят и в других округах. Правда, пока мечи путают эти контейнеры с мусорными баками и используют их не по назначению. Дом-музей Кондратья Белова отмечает юбилей своего создателя. Старинный деревянный особняк построил Филипп Штумпф, известный омский агроном и государственный деятель. В этом году исполняется 155 лет со дня его рождения. В 1898-м Филипп Штумпф переехал в наш город из Томска. Кандидат сельских наук он владел несколькими заводами по производству сыра, масла и льдна. Занимался коневодством, для жизни в городе выстроил дом-образец сибирского деревянного зодчества с мезонином и двумя башнями-бельведерами. Во времена советской власти особняк у предпринимателя конфисковали. В нем разместили сначала детский дом, затем коммунальные квартиры. В 70-е годы здание пришло в упадок от сноса и восклаз художник Кондратья Белов. Сейчас здесь находится музей его имени. Омичи готовятся штурмовать торговые центры. Сегодня Черная пятница, день щедрых скидок. В бутиках и супермаркетах готовятся к наплыву шапоголиков. Обычно после таких распродаж на полках практически ничего не остается. Это неудивительно. Уже за неделю горожане начали получать десятки смс с информацией о самых заманчивых предложениях, но следует быть на чеку. В преддверии Черной пятницы активизировались мошенники. Как не стать их жертвой, рассказали специалисты Федерального Роспотребнадзора. Слишком низкая цена, по словам экспертов, первый признак халтуры. Зачастую злоумышленники предоставляют дискаунт на бракованный товар. Также ведомство предупредило о так называемых фишинговых сайтах, главная цель которых – собрать побольше персональных данных клиентов. Эксперты напоминают, ни в коем случае нельзя сообщать пин-код от своей кредитки. Обратить внимание следует и на стоимость доставки. Нередко продавцы компенсируют хорошую скидку дорогой доставкой. О событиях дня расскажем в часе новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Доброго утра желаем вам и мы, Владимир Мотовкин. Наталья Руголева. Программа «Наше утро» на часах 8.35. Я сегодня за часы студены наши отвечаю. Мы продолжаем будить вас и дарить настроение на весь день. Прямо сейчас? Как мы это сделаем? Ну, анонс, наверное, расскажем, да? Чтобы вам стало вообще интересно просыпаться и у телевизора оставаться. В общем, анонс. Поворот не туда. Константин Пуминов сел за руль, чтобы напомнить правила разворотов на перекрестке. Заодно уточнил, во сколько обойдется творческий подход к маневру. Сколько на елочке шариков цветных, а сколько шариков битых. Как подлечить, дорогие сердцу игрушки, научит Наталья Фаткина. Маловато будет. Болельщики «Авангарда» горячо поддержали идею выпуска новой сувенирной продукции клуба. Какой вариант стал лидером опроса, расскажет Дарья Калмакова. Какой Новый год и без туи. Все чаще вместо больших елок в домах к празднику появляются маленькие кустики вечно зеленых растений. Хорошо ли им в наших квартирах, объяснит агроном Нальселина. Да-да, это она уже нарядная. На праздник к нам пришла. На праздник этого утра. Нарядная туя к нам кусти завернула. Мы сегодня вместе с вами много говорили про животных и про домашних питомцев. И предлагали вам прислать фотографии. Вот сейчас шпица Габи мы вам покажем. Для своей семьи это солнышко, которое будет каждое утро и радует, и настроение дарит. Так, я хочу сказать, будем шпицами для вас. Мы тоже сегодня немножко. Шпицами, да? Да. Шпицами, на которых вы закрепите свое колесо, которое повезет вас с радостью по этому прекрасному зимнему дню. Ну, еще не зимнему, еще пока осеннему. Но, в принципе, по погоде-то уже зима. А теперь снова о подарках. Обещали вам громадью их. И вот, пожалуйста. 1 декабря в киноцентре «Вавилон» пройдет предпремьерный показ фильма «Решало нулевые». Это уже третья часть известного такого сериала. Ну, не сериала, а какие-то киноэпопеи. В общем-то, непростой жизни людей, вставших частично не совсем корректный жизненный путь. В общем, о бандитах. Так вот, у нас есть уникальная возможность подарить вам 4 пригласительных билета. Уже в это воскресенье состоится предпремьерный показ «Вавилоне». И, мало того, вы сможете пообщаться с актерами, сыгравшими в этих фильмах. Приезжает к нам Александр Фролов и Моисей Куртанидзе. И вот тот, кто сейчас правильно ответит на наш вопрос, получит и билеты, и возможность встретиться, вполне возможно, с любимыми актерами, задать им несколько вопросов и вообще побыть рядом и пообщаться. Это, правда, здорово и действительно случай такой неповторимый. Сюжет, о господи, вопрос прям вообще простой. Решила вот прям на удачу. Это уже третья часть фильма «Решала нулевые», а вот первый фильм «Решал» вышел несколько лет назад. И вот где он снимался? В каком городе? Бюджет фильма был небольшим, никаких больших вливаний бюджетных денег туда не было. На свои снимали, а вот в каком городе? Звоните, отвечайте и выигрывайте. Это прекрасно. В общем, я заслушался тебя. Как ты сказала, о непростой судьбе. Людей, ставших на скользкую дорожку. Есть у вас время дозвониться, потому что дальше у нас рубрика ТОП-5. Вам будет сложно и дозваниваться, и смотреть, конечно, но вы постарайтесь. Мы сегодня подводим итоги нашего опроса. Мы выясняли, какая атрибутика клуба «Авангард» должна была бы появиться в скором времени. По вашему мнению, результат подведет и огласит Дарья Калмакова. Доброе утро! Благодаря вашим голосам у Максима Гречанина появились идеи для необычного подарка. И он почти не пострадал. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Мы спрашивали, чем можно разнообразить атрибутику хоккейного клуба «Авангард» и предложили несколько вариантов. Каждый из них, безусловно, нашел своего фаната. Пятое место забирает музыкальный диск. Специально для вас мы выяснили, какую музыку предпочитают слушать ястребы. Именно эти композиции должны войти в плейлист. Бас нравится очень. Подгрустный дэнс. Unsainted Slipknot. Перед выходом налил что-нибудь из Soft Spring. Мне нравится. Александр Розенбаум. Ой, кто-то с горочки спустился. Spiders Slipknot. I love Celine Dion. Уже треви-фами практически всегда. Гелик есть, песня такая. Джонни, комета. Что-нибудь белорусская песня родом эти. Название диска «Лучшие хиты из раздевалки». Звучит интересно. Обратите внимание, на пластинки есть еще два эксклюзивных бонус-трека. От студии, внимание, 12-й канал «Рекорд». Здесь верят, что «Авангард» уже в скором времени вернется в Омск. А значит, болельщикам московской арены придется погрустить. Трек первый. Песня расстроенного Балашихинца. Как же так получается, «Авангард» возвращается. И не так уже вечером все спешат на хоккей. Ваптождать уже мочи нет. И теперь наша очередь с недовольной ухмылкою телевизор смотреть. Если есть расстроенный Балашихинец, то где-то должен быть и счастливый Амич. Представляем вашему вниманию трек номер два. Здесь так красиво, я перестаю дышать. 12 тысяч кресел, чтобы поддержать омский Авангард. Музыка – это хорошо. Но если у вас секутся кончики, появилась перхоть, а волосы выглядят тусклыми и безжизненными, надо что-то срочно предпринимать. Вслед за профессиональными мастерами мы рекомендуем средство, которое решит все ваши проблемы. Четвертое место. Шампунь Сушинский. Нет волос – нет проблем. Будьте внимательны, остерегайтесь башкирских поделок. Гель для душа принцесса Умарк не только и сушит кожу, но и сделает вас капризными и неадекватными. Начнете падать от чужих взглядов. И если вам кажется, что мы переборщили с президентом клуба Сушинским, то мы не против борщинуться с бывшим нападающим Авангардом Михеевым. Третье место. Фирменный борщ Михеевский. Сэндвичи и бургеры в прошлом. Многие болельщики, как и сам Илья Михеев, выбирают русскую кухню. Вкусно и практично. Сэндвичи и бургеры в прошлом. На втором месте серия молочного шоколада. Восхитительный Зеня. От него без ума только умные девушки. Оля, прости, ты упустила свой шанс. Чарующий вилле. Импортный, финский, санкционный. Шоколадные чары могут вызвать зависимость. А если вам хочется попробовать вкус местного шоколада, то выбор стоит остановить на неподражаемом Семе. Такой омский, такой уникальный, такой родной. И это еще не все. Амичи могут собрать целую коллекцию шоколадных плиток от Авангарда. Каждая по-своему особенно. Ищите на прилавках фирменных магазинов. Победное первое место достается сочетанию свежих овощей и нежного сочного мяса, приправленного пикантными специями. Шаурма Анука-манука. Наивысшее качество и уникальный рецепт. Я сегодня на работе с ночи до зари. Есть хочу и в животике урчит. Чтобы в норме быть, мне мама говорит. Нужно кушать вовремя, иначе здравствуйте, гастрит. Если голод замучил, нежнейший лаваш, начинка, что надо, овощи, мясо из специй торнадо. И можно даже без лука. Такая шаурма. Анука-манука. При всем невероятном вкусе шаурма еще и полезна. Не содержит соли. Поэтому если вы вдруг все же захотите добавить в нее щепотку белой приправы, будьте аккуратны. В народе поговаривают, кто соль рассыпет, тому не миновать ссоры. Верите? Заходите в нашу группу ВКонтакте и проходите новый опрос о приметах. Итоги подведем в пятницу 13-го. Хорошего дня и до встречи. Голосуйте прямо сейчас. У нас уже опрос работает. Я уже свой голос оставила. А у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, Екатерина. Катя, ну скажите, как там, где снимали это решало в первый раз? Муланде. Абсолютно точно. Вы смотрели все фильмы? Меня муж смотрел, и он очень любит этот фильм. Ну, значит, вы получаете 4 билета на предпремьерный показ, и можете мужа брать, и еще парочку его друзей. И друзей с мужа, или мужа с друзьями отправить. В общем, вариантов масса. Мы вам расскажем, как получить билеты. И напомню, что не только кино посмотрят, но и с актерами пообщается победитель. Это, конечно, очень здорово. Ну, а чтобы добраться до кинотеатра без всяческих проблем, на дороге было возможно, Константин Поминов сегодня напомнит вам о правилах разворота и поворота на перекрестках. Доброе утро! Это Алло Гараж. Сегодня предлагаю поговорить о серьезном. Вспомнить правила дорожного движения. Дело в том, что мы все учились в автошколе, все как бы знаем правила, но давно не обращались к учебнику. Помните ли вы, как правильно делать разворот на перекрестке? По короткой дуге или по длинной дуге? Очень много нюансов существует, и каждый ездит по перекрестку интуитивно. Подъезжаем, включаем левый поворот. Так вот. Опускаем все встречные и разворачиваемся. В поворот мы не вошли. Вставать назад на перекрестке я умышленно не стал, потому что это тоже нарушение правил и штраф 500 рублей. Разворачиваясь по малому радиусу, вы фактически оказываетесь на встречной полосе и совершаете не разворот, а делаете два левых поворота. Это карается штрафом? Итак, пробуем вторую ситуацию. Развернуться по длинной дуге на перекрестке. Подъезжаем, включаем левый поворот, пропускаем встречных и делаем разворот по длинной дуге. По длинной дуге, когда мы разворачиваемся, мы пересекаем разделительную полосу. Это тоже штраф и нарушение. Если бы там была зебра, это дополнительный штраф. Встает вопрос, как же правильно, не нарушая правил и не мешая другим участникам дорожного движения, сделать разворот на перекрестке? Самое интересное, что правила дорожного движения фактически никак не регулируют этот вопрос. Водитель должен сам оценить ситуацию и мысленно начертить центр пересечения двух дорог и сделать так, чтобы ваш разворот не выходил за его пределы. Еще один совет, который дают опытные автолюбители, нужно оценить. Если разворота вашего автомобиля не хватает, то лучше проехать этот перекресток дальше и найти место, где дорога будет пошире. Честно сказать, для моего автомобиля вот этот перекресток, который я сейчас выбрал, маловат. Поэтому для вас мы постарались, но в обычной жизни я бы проехал дальше. Предлагаю рассмотреть еще одну ситуацию. Когда вы подъезжаете к широкому перекрестку с разделительной полосой в виде газона, вам так и хочется развернуться по ближнему радиусу. Это интуитивно кажется более правильным. Тем более, если ехать через весь перекресток, вам кажется, что можно помешать другим участникам дорожного движения. Давайте попробуем. И действительно, мы очень быстро развернулись, но при этом очень грубо нарушили правила, потому что разворачиваясь таким образом, вы делаете не разворот, вы делаете два левых поворота с выездом на встречную полосу. Это карается штрафом в 5000 рублей либо лишением прав на 4-6 месяцев. Соблюдайте правила, и тогда поездка на автомобиль всегда будет в радость. Это была рубрика «Алло, гараж». Увидимся на дорогах. Не повторяйте неправильные повороты, повторяйте все то, что делаете в соответствии с правилами дорожного движения. Напоминаю, будьте предельно осторожны на дороге. Пришла зима, снег, гололегис, в общем, всяческие погодные явления, которые не добавляют радости автомобилистам. Быстро, поздравления и погода. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения, Ромасель Фюфа Тыховну, сын Иван, Сноха, Олесе и внуки. Поздравляем вас и желаем традиционного сибирского крепкого здоровья и любимых рядом. Ну и сейчас погода. И хорошей погоды. День рождения, Сноха, Олесе и внуки. Но солнце сокроет облако. Юго-западный ветер не сильный, 9 метров в секунду. Примерно такая же погода на севере области. В Тарском районе минус 7 днем и до 11 холода ночью. В отличие от Омска, ожидаются осадки. Знег выпадет и на юге. В Нововаршавском районе минус 7 днем и до 11 ниже нуля ночью. Если на улице пасмурно, изнесите равноврасие в белую монотонность природы. Одевайтесь в яркие одежды и идите гулять. Вот, к примеру, на губе привыкли одеваться во все сетарады, во все обтягивающие и в сеточку. Такое там на каждом шагу. От этого и народ веселый, и так много танцующих. Последуйте примеру жителей острова свободы, и вы поднимете настроение себе, я крушающе. Кельсо всем предеври яды. Пусть вам всегда светит солнце. И с вами был ваш танцующий моторолог и маэстро танца. Лизбан Баро. Пока. Мы рады приветствовать у себя в студии на МСЛ, но я не знаю, специалиста по всему, что растет из земли. Вот человек, который может палку в землю засунуть, и она уже светет пышным цветом. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Проявили и автор, и ведущая нашей рубрики «Школа агронома», которая каждый четверг у нас в эфире выходит. Смотрите ее советы. Инелья Ларионовна, у нас к вам просьба большая. Новый год не за горами, и уже начинают люди приобретать себе в дом вот такие вот растения, туи. Чтобы и Новый год встретить, и елочки вроде бы не приводят, сохранить. Я, честно говоря, подумала, потому что, мне кажется, очень удобно. Посадил раз, и она весь год тебя радует. А хорошо ли туям в доме? Ну, я хочу сказать, что... Я не могу сказать, что ей очень комфортно. Но, в принципе, это вариант, скажем так, экономически очень выгодный. Почему? Потому что... И экологически. Экономически, потому что мы с вами купили любое хвойное растение закрытой корневой системой в горшке. Это может быть туя, это может быть ель голубая колючая, это может быть просто ель колючая. И она у вас будет стоять на Новый год в доме. Это будет запах приятный, вы ее нарядите. Потом, когда Новый год закончится, вы можете ее поставить в прохладное помещение, а потом высадить у себя. Ну, понятно, зимой-то я ее на балкон выставил, все нормально. А потом ее обязательно высаживать в землю, или ее можно... Нет, можно не высаживать, но тогда, наверное, надо смотреть, какая будет корневая система. Может быть, пересадить ее просто в большую емкость. Это все время надо больше и больше горшок искать? Все время надо, конечно, у них растет. А экологически, то, что мы с вами не рубим ели, не выбрасываем, потом их, это ведь тоже... Ну, наоборот, рассаживать. Да, очень важно бывает купить и не загубить растения. Такое ведь тоже, знаете, сплошь и рядом. Да, поэтому я и сказала, что нужно пересаживать, потому что мы не сможем дать тот режим полива, который нужен, если будет маленький объем. Каждый год ее пересаживать нужно? Каждый год надо пересаживать. Побольше, побольше, побольше в горшочках. Какую землю сыпать туда? Ну, землю любую, но желательно, конечно, потом где-то взять торф кислый, верховой, который продается у нас в обе везде, либо где-то, если мы поехали в лес, где растут хвойники или лиственница, вот собрать верхний слой. Везите сувенир. Да. Здесь вот как раз торф, вот в это вот. Но сохнет быстро, говорят, не... Ну, сохнет быстро, значит, ее надо присадить уже в больший горшок. Ага, любое растение. Может это быть хвойник, может быть это просто быть у вас фикус какой-нибудь. То есть любое растение, если вы видите, что оно начинает быстро сохнуть, значит, там мало земли. То есть мы ведь, когда поливаем, она частично вымывается, спрессовывается, корневая система разрастается, потом просто воды не хватает. Почему вот я всегда, когда что-то рекомендую, говорю, а вы не забыли, надо переваливать. Некоторые растения один раз в год, а некоторые растения три раза за год нужно пересаживать, пересаживать, чтобы они себя чувствовали хорошо в доме. В общем, простого варианта для меня не получается. Я вот присматриваюсь, и если вот близко подойти, видно, что там есть такие слегка желтоватые иголочки. Это тоже о чем-то говорит? Ну, это говорит, скорее всего, о пересушивании, о том, что когда-то пересыхает. Все-таки воздух сухой, правильно? Да. Здесь, и плюс еще почва сухая, конечно. Достаточно. Достаточно. Они же дышат, они же живые, иголочки, они же дышат, они же выделяют влагу, а там влаги нету. Она не может набрать столько влаги, раз, пожелтел. А сверху ее опрыскивать нужно? Да, очень хорошо, если опрыскивать сверху, особенно в наших квартирах, где сухость. А вот такие малютки уже можно высаживать на улицу? Или нужно, чтобы они росли? Нет, прекрасно будут себя чувствовать. Это когда делать? Вот Новый год прошел, в марте мы сняли игрушки, к апрелям убрали их. И когда сажать? В конце апреля, как только вы можете зайти на то место, где вам нужно высаживать, вы можете ее посадить. Как только лопата не налет на землю. Через 10 у вас будет метра 3. То есть надо сажать туда, чтобы с расчетом на рост? Да, на постоянное место, конечно. А тень, солнце, ветра, как выбрать местечко? Ну, вообще, конечно, все хвойники любят, чтобы была хотя бы скользящая тень. Это чтобы солнце хотя бы частично заходило за дом? Да, да, частично. Если мы, допустим, голубую елочку решим высадить, это такое благородное очень растение. У меня у прабабушки около дома росла большая голубая ель. Те же самые рекомендации или какие-то особенные? Те же самые рекомендации. Точно так же можно купить голубую ель с закрытой корневой системой в горшке, поставить у себя на Новый год, нарядить ее. Что, есть такие маленькие голубые ели, которые у горшки? Ну, я думаю, что да. Просто они в том раз стоп. В крайнем случае, раньше я видела их, я сейчас редко хожу. Я просто не в курсе, я удивлю. И потом это, во-первых, она стоит, вы же ее поливаете, у нее запах ели, то есть чувствуется такой хороший запах, как будто это все должно быть, как в лесу. А потом весной высадить. Это как брать птичку, кормить, растить ее. Нам, кстати, сегодня телезрительница прислала интересное видео, я думаю, мы его покажем. А потом взять и выращенного птенца выпустить на свободу. Ну, обидно же, столько сил потрачено. Ну, дело в том, что птичка-то улетела, а это у вас будет... Растет и радует. Это мое детище, вот я Новый год, и потом дальше, и пошло это уже как бы совсем... Все правильно, просто я, видите, чего, я-то совсем не агроном, и я надеялся, что есть какой-то универсальный метод, а получается, что каждый год надо покупать маленькую ту, и потом весь участок засадить туями. Ну, почему каждый год? Вы потом можете просто на своем участке, уже не в доме, а на участке все это, скажем так, нарядить, и тоже будет... Кстати, хороший вариант, да. Чтобы новую, кстати, обязательно ли покупать? Или можно отрезать веточку, укоренить, она вырастет? Ну, укоренить это очень долго и сложно, да, вот для... То есть при обыкновенном просто так это сложно. Конечно, можно, но это сложно. Проще, если там, допустим, где-то в грунте, может, вы там на улице прямо попробуете укоренить, ну, пробовать нужно, это творчески. Веточку опустить, да, так? Да, творчески, особенно можжевельники можно их. Это творческий процесс. Это вы все знаете, вам легко творить, знаете, как накупить. Нет, у нас тоже не всегда все получается, но пробовать надо все. И не могу не спросить, очень часто растения, мы видим, красиво их, они стрижены, да, вот эти топиари сделаны. Вот из туи можно так сделать шарик? Дело в том, что, вы знаете, вот в основном туи их никто не стригет. Они сами, то есть они держат форму. Если это у вас не живая изгородь, то есть не что-то такое, где нужно придать форму. Если вы просто садите у себя на участке, на газоне где-то, то это совсем не обязательно. А если вам нужно, ну, то есть, вот, допустим, чтобы одна была выше, другая ниже, придать ей форму тогда, да. То есть это уже как бы как дизайнер. Если у вас возникает такой вопрос, делайте, что это такое супер. Тогда можно подстричь. Нет, ну вот шарики, допустим, у нас они искусственные, но можно же и туи так же. Ну, есть такие туи, которые шариками растут, и не надо их стричь. А просто если... Все природа делает за нас. Да, природа, она очень мудрая, она за нас все уже придумала и все сделала. Инна Ларьоновна, спасибо большое. И вот и за, значит, совет про туи. Ну, вы нам советы в нашей рубрике «Школа агронома» даете вообще по широкому спектру, да, выращивания и комнатных растений, и садовых растений. А интерес есть к этой теме у амичей вообще? Растениями многие занимаются? Вот на ваших профессиональных взглядах. Что, когда, допустим, весна, май месяц, июнь к нам приходят люди, некоторые люди просто приходят к нам в теплицу и говорят, я хочу проконсультироваться, я слышала, что тут агроном хороший, грамотный. То есть не всегда даже покупают, интерес есть, но это же живое все, природа. Интерес есть, а знания-то есть у людей, чтобы все это делать? А знания, ну, у кого есть, у кого нету, тут нельзя так всех под одну гребенку. То есть может быть, может нету. Природа, она ведь мудрая, она все заложила и все придумала. Как для растения, так и для нас с вами. Мы только должны уметь всем этим пользоваться, и природу нельзя изменить. К ней можно только понять ее, скажем так, и к ней подстроиться. Ее же нельзя изменить природу. Какими качествами должен обладать человек, чтобы заняться выращиванием растений? Даже вот если он сейчас не готов, но он способен. Да, в первую очередь у него должно быть желание и любовь ко всему живому. И тогда все получится. Желание надо, чтобы было. Спасибо огромное. Прекрасный совет. Любите все живое. Вы хотите, чем хотите, тем и занимайтесь. Главное, чтобы хорошо относиться к окружающей природе. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. И спасибо нашим зрителям, которые смотрят нас. Всех благ, вам удачи, берегите себя. Хорошего вам утра. Это в понедельник. Наше утро вас будет ждать. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова